победители аукциона есть прохождение есть название стрим поменял все есть все есть погнали запускаем минус половина зритель на военке но может кому-то понравится так а тут как-то игра содержит из сейчас раз содержит изображение крови сцены насилия мы настоятельно рекомендуем использовать наушники все музыкальные композиции за исключение некоторых звуковых эффектов полностью оригинального сочинения скорее надеемся что вы насладитесь музыкой не меньше чем самой истории так сейчас я еще чем я две запустил хочу не рабочий стал стримить на еще 6 на 9 нее почему-то очень странно запустилась h2 экзешника рабочий стал так рабочий что у меня в принципе не не критично здесь вот так моргать не будет изучить воспоминания настройки войти в особняк настройки текст музыка громко сюда вот это все чуть-чуть потише сделать чтобы системные звуки ниже не выкручивать ну получается вернуться в меню войти в особняк еще визуально нового это визуально ново проходить создана новик так а да кстати настройки я alt enter нажал там разрешение не было боли больше сделать возможности это она прямо в ком-то маленьком разрешении было есть один дом среди непроходимого темного леса мерсер больше пятидесяти по моему статья так и не посмотрел на мир замерзшие перед взором после сна этот старый особняк предстоит перед тобой не осознавая это в японском все таки надо было чуть потише сделать ты инстинктивно принимаешь за правду события разворачивающиеся перед тобой дом существует вечности амальгама неисчислимых судеб и поколений вообще мне музыка напоминает мир автоматом это не знает кто впервые сказал что особняк музыки добром мировые вайбы музыки моя таро моя таро мы еще не прошли игру зачем нам титры тегорию я поменял может быть она обратно вернулась на и страничку я просто не хочу с полноэкранного альтабоца самое быстрое прохождение вот этот заказ конечно фу прохождением учить очень наш сущный небесах да светится имя твое да что то там еще твое я не продолжение помилуй меня отче ибо я согрешу просто уже заруинил и не спошли душем их муки вечные я смотрел на бездыханное тело ух настройки журнал сохранить загрузить проб авто окно что такое окно журнал я смотрел на бездыханное тело на свое тело я молча наблюдал как его тащили к месту распятия и отчаяние пожрало меня изнутри душа рассыпалась на куски внутри меня образовалась пустота так и есть однажды я потерял все однако пока я растворялся вечный смеял слышал голос взывающий ко мне и потому я вновь поклялся не важно сколько времени пройдет какие преграды встанут у меня на пути или какую форму примешь ты я все равно приду за тобой вот почему я должен вернуться в тот дом я молю тебя дождись когда это измученное тело вновь сможет туда возвратиться в один с вечера надо было ее запускать но только у меня это был бы 12 час я бы так классно снова под прологовые титры осознание заблудшись словно корабль в море постепенно обретала форму так я хочу все таки настройки немного поменять очень же громкая музыка твое сознание заблудшись словно корабль постепенно обретала форму и с каждым вздохом по крупицам ты возвращал себе контроль над телом хозяин из вдали ты слышал непрекращающийся шум дождя я хозяин и потрескивание огня хозяин проснитесь скрип 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 просыпайтесь в глаза ты осознал что раскачиваешься взад вперед в кресле качалки комната была едва освещена лишь слабый огонь в камине рассеивал темноту окна не пропускали солнечных лучей лишь струйки дождя стекали по стеклу казалось будто весь особняк был объят кромешной тьмой как замечательно наконец очнулись кто-то взывает к тебе ты уже собрался глядеть комнату в поисках источника звука но понял что в этом нет необходимости из источник звука сидел рядом с креслом не сводя с тебя взгляда изумрудных глаз горничная доброе утро хозяин доброе утро хе-хе в чем дело не до конца проснулись так это дейт сим мы будем дейтить горничную выглядите довольно сонным уже соберитесь не стану лукавить я безусловно рада слышать ваш голос я жила ожиданием этого момента уход за особняком пал на мои плечи и я старалась к вашему возвращению все было чтобы к вашему возвращению все было готово неважно сколько бы пришлось вашу вас ожидать когда я увидела вас из окна мое сердце затрепетало время наконец-то пришло ты пребывал в недоумении похоже что эта женщина одета как служанка знает тебя но ты ее не совсем не помнишь хотите я заварю травяного чая у меня где-то были чудесные ромашковые листья или возможно ваши вкусы изменились момент нашей последней встречи скажите мне хозяин чего бы вы хотели я прошу прощения я кажется слишком много себе позволяю я надеюсь что вы проявите внимание хозяин ведь я чрезвычайно счастлива вновь видеть вас девушка выглядит искренне обрадованы тому что ты проснулся однако похоже и не хватает энергии присущие ее возрасту или возможно слово жизнь подойдет здесь больше чем энергия но тьма затронула не только служа казалось она окутала весь особняк гипсовые стены освещаемые камином и розы выгравированные на колоннах из черного дерева казались и смутно знакомыми однако дающие ощущение клаустрофобия пересиливает знакомые чувства складывалось впечатление будто дом пока еще не готов тебя принять боже мой вы знаете кто я такая вы имени своего не помните от не знаю мы в затруднительном положении если вы не можете вспомнить кем являетесь тогда как же мне вам служить все девушки было бледным словно она по твоей спине пробежал мороз вы хозяин этого дома хотя похоже вы об этом не помните и правда дилемма если вы не знаете кто вы такой значит для меня вы не более чем не знакомятся разве не так вернулись это правда но откуда это я сказать не могу тогда как вам такое предложение слуга этого особняка и как следствие я знакома со многими событиями происходившими здесь я покажу вам историю этого дома хозяин это определенно поможет вам вспомнить себя же вы четверг в твоей голове начали вращаться на еще раз думаю служанка назвала тебя хозяином этого дома без единого зеркала в комнате у тебя не было возможности увидеть как ты выглядел не в состоянии принять решение ты рефлекторно кивнул что ж тогда следуйте за мной и не бойтесь я лишь прошу не отпускать мою руку крепко сожмите мою руку и тогда вас точно не унесут волны истории чтобы не случилось вы не должны отпускать мою руку следуешь за служанкой ведущий тебя через холл пока твоя рука сжимает ее воздух внутри особняка был тяжелым словно черные ядовитые испарения заполняли помещение дом был мрачным и пустым с трудом можно было найти хоть малейший оттенок света ты прошел мимо открытого окна но за ним было лишь тьма не солнечного не лунного света не было видно как и не было слышно ни щебетания птиц не шелеста травы не вообще какого-либо признака жизни все что обычно окрашивает мир полностью исчезла единственный кто все еще был здесь была служанка следуя за ней ты породвигался по особняку спустя какое-то время ты достиг двойных дверей стекло в которых было разбито некогда белоснежная дверь давно утратила прежний цвет став тускло серый тоже она вела к заднему двору с другой стороны ты едва мог расслышать детский смех несмотря на то каким вы видите его сейчас раньше за этими дверьми располагался красивый чудесный сад владелец того времени любили собирать редкие виды роз по всему миру казалось будто каждый цветок соревновалось за звание наиболее величество желает ли вы увидеть эту прекрасную эпоху роскоши и процветания хе-хе-хе хозяин я очень надеюсь что вам понравится сужанка открыла дверь ведущий в сад за домом внезапный порыв ветра хлестнул тебя по лицу заставляя тебя закрыть свои глаза и слепо следовать и сужанка когда ты открыл свои глаза мир больше не был окутан тьмой первая дверь 1603 вот наверное извините курсор право нижний угол экран чтобы отобразить игровое меню в него можно сохранить загружать также настройки игры да я заметил в эту эпоху в ту эпоху над особняком парил атмосфер роскоши и красоты он выглядел почти что сказочным этот период истории можно пожалуй описать как симфонию разрушения ведь обременительные устои прошлого наконец рухнули садьба раз освободившись от каждодневного давления устаревших взглядов люди казалось возвращались назад к более поэтичному экспрессивному образу жизни они приняли эти заново расцветающие эмоции проникшись ими принялись сочинать литературные произведения писать портреты ставить спектакли и находить любовь даже церковь поддерживающая свою власть на протяжении средних веков признала время перемен и приняла расцвет эстетики в культуре так и предлагаю еще чуть потише делать самовъедащийся в мозг трек пусть война что разродить спустя 20 лет сорвется зряшую эпоху словно плод с древой истории нас сейчас это не должно тревожить то время люди называли золотой эрой периодом фурора для всех кто жил в те дни знаю одну золотую эпоху в берсерке было лучше лучшая арка просто голдена и что же сейчас давай сделаем небольшой крюк нет мы не будем изменять место действия это история об особняке от начала и до конца однако мы будем перемещаться во время скажем на 8 лет назад тогда этом доме жила очень богатая семья и родители и брат с сестрой являлись обладателями прекрасных волос пшеничного цвета я всегда восхищалась цветом их волос на их фоне моей были слон цвет мокрой вороны видите вон я стою поводок нет с глупым выражением лица вот тогда я была счастлива ну а разве могу быть иначе когда мне было предоставлен возможность работать таком прекрасном доме поэтому я вложила свое сердце в служение этой семье прислушайтесь если можете этот мягкий мимолетный звук который может быть лишь я не маленькой девочки слышите лала ла 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 лаам эту девочку он только весело собирает они от стой я случайно скипнул я просто колесика рожал пропустил отдайте мне историю проб наверное да нет дневник чтобы маленькая нэли случай не поранилась что происходит журнал все да блин журнал так ла 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 эту девочку тут что весело собирает красные розы и поет словно певчая птица звали на или пускай она была юна но все же пела она очень изящно на или обожала сад и довольно часто гуляла здесь после полудня прекрасные розы собранные по всему миру свели в этом саду и мы деляли пристальное внимание и даже обрезали щепы чтобы маленькая нэли случайно не поранилась золотого отца девочка аккуратно срывала лепестки роз и собирала их на пиво и голос был подобен пению феи нет она сама выглядела словно ангел спустившийся с небес может не смотреть на меня так признаю я немного замечталась но разве не в этом кроется очарование женщина птичка птичка невеличко распевают день и ночь песни из ее сердечко все тревоги гонит прочь и все вокруг цветет цветет птиц веселый хоровод и даже на восходит солнце о мой милый мел я забыла как там дальше ты слушаешь на самом деле в тот день на или было не единственным гостем в розовом саду на самом деле в тот день нэли была не единственным гуада она всегда приходила сюда со своим старшим братом мелом рад сестры не могли друг без друга мэл души не счастлива младший сестренка которая свою очередь жаждала его в наблюдать как эти двое невинных детей обнимаются пока еще не обремененный страхом пред будущем было по-настоящему трогательно тот день мол сидел в тени дерева читая книгу уверенно вы знаете что в их время книги еще массово не производились то что он читал было скопировано писарем я думаю он одолжил ее в церкви книга передающая из руки из рук передающаяся из рук в руки на протяжении многих лет выглядела изрядно потертой но облагают свидетельство о ее значимости ведь по сути он читал учебник по латинской грамматике был умным мальчиком посещать церковь он начал еще в раннем возрасте священник преподавал ему латинскую грамматику так что думаю уже тогда он мог бы справиться даже со сложными текстами у дрожащим и пожалуйста маленькая девочка подкралась к своему брату пока тут был поглощен чтением в своих руках она держала большущую кучу розовых лепестков пускай тень перекрывала тень дерева мальчик все еще ее не замечал так что она или надуло щеки вытянула свои нежные ручки выпустила лепестки из рук и посмотри меня у тебя вся голова в розах ох ныгле ты рассыпал лепестки на книгу она не моя мне никак нельзя ее испачкать ты сам виноват милый mail я пыталась привлечь твое внимание и к тому же цветы не могут испачкать книгу я вынужден поднять белый флаг и когда моя маленькая леди успела стать такой остроумный пока ждала тебя дорогой мел я ждала и ждала ты даже не взглянул на меня момент как ты дочитаешь эту книгу я стану взрослый вот так скоро да так скоро мама говорит девочки быстро взрослеют да должно быть она права в таком случае нам с тобой нужно поиграть пока ты совсем не повзрослел ты ведь не сможешь больше играть станешь взрослым это не так и дальше буду играть с тобой даже когда повзрослею взрослые не играют хорошо тогда я навсегда останусь ребенком с деток что не сказал что скоро повзрослешь такой грубый mail ах прости пожалуйста не дуйся моя маленькая леди как тебе такая идея сегодня в знак примирения поиграю с тобой во все что ты пожелаешь правда ты серьезно я хочу поиграть притворяшки 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 я буду принцессой заточены в этом королевстве а ты дорогой mail будешь моим храбрым рыцарем а потом когда ты меня освободишь ты станешь принцем рыцарь может стать принцем впечатляет может рыцари также очаровательны как и принцы поэтому конечно и могут а потому ну просто надо выйти за принцессу жениться на принцессе потому днем должен быть ты дорогой mail никто больше не может быть моим принцем или моим рыцарем может быть внешне он выглядел смущенным бога его развощекая сестра щебетала безумолку но я уверен что в глубине души он улыбался спустя несколько мгновений он опустился на колено чтобы понравить поравняться с нелли и нежно погладил ее мягкий волос ну хорошо ты моя принцесса просто чья-то принцесса дорогой а только твоя так что не будь ничем принцем кроме как моим хорошо мили нужно же какая у меня властная принцесса а это плохо я тебе из-за этого не нравлюсь конечно нет я горжусь тем что и моя сестра нелли у меня самый дорогой на свете моя дорогая принцесса хе-хе-хе я люблю тебя дорогой mail за будешь моим принцем навеки вечно настроение на или улучшилось и она продолжила напевать песню слова который недавно забыл держа юбка своего платья в руках маленькая девочка танцевала в розовом саду мы углядели и вслед слегка пожел плечами он или не приходи ко мне плакать если случайно упадешь однако мы не относился совсем уж предосудительно к восторгу своей сестры аккуратно смел лепестки рос с книги расположился в тени дерева и принес на блядь за нелли они были образцовым братом и сестрой преисполненными надеждой и в тот период их жизни ничто не угрожало этой надежде хозяин разве было бы не прекрасно если мы если бы дети могли всегда оставаться детьми однако мне кажется что причина по которой эти приятные моменты нашей жизни столь значимы заключается именно в их скоротечность вы так не думаете время продолжает плыть вперед бесстрастно не делая исключений по этой причине детства любого подходит концу как бы там ни было разве время не плывет с одинаковой скоростью для каждого человека а теперь давай окунемся в реку в реку времени было бы чудесно если бы могли остаться в этом промежутке времени но к сожалению мы не можем пожалуйста не отпускайте мою руку хозяин там делась и там приквел вроде как макгравда его тоже будем проходить ну что ж тогда я пойду ух на бишь ты уходишь чуть позже да я еще должен сегодня куда забежать как всегда спасибо что уделили время книгу вам вернуть на следующей неделе на следующую неделю или через неделю можешь оставлять и у себя сколько пожелаешь но не кости другие команды может понадобиться и таким смышленым как-то поставь себя на мое место и ты поймешь я хочу дать тебе любые преимущества которыми ты сможешь воспользоваться понял ты мне не веришь нет я верю вам святой отец я постараюсь сделать все что в моих силах чтобы не разочаровать вас вот от настрой если тебе что-то понадобится спрашиваю не раздумывая я горжусь тем что ты мой ученик ой да кстати мы размысленная тем о чем мы с тобой говорили спасибо за ресап 22 месяца спасибо большое за поддержку спасибо спасибо большое выступление в университет верно чё ты читаешь голосом пошло католическое освещение каким умею ты все-таки решишься я могу представить тебе нескольким опытным учителям мне практически нечего тебя больше учить я уверен что ты станешь хорошим священником я это честь mail посвятить свою жизнь служению господу нашему я подумаю об этом что с вашего позволения пойду что же до скорой встречи наши двери всегда открыты для свидания чуть шею за счет защемил или он делает этот красивый позу будь то служение господу или служение церкви это несомненно почетная профессия но теология не против поступить в университет но не уверен что я бы хотел заниматься чем-то другим чем-то более соответствующим нынешним временам вот насчет этого я даже не знаю но я должен поскорее принять решение если буду слишком долго с этим тянуть даже мой отец может потерять терпение жальтесь идти войти юный сэр молю юный сэр подайте подайте милостыню этот нищий если я не ошибаюсь он сидит здесь прошу неделю подайте из-за того как он трясет своей головой его капюшонами могу разглядеть часть волну совершенно лысый купить себе хлеба благодарю благодарю вас много слави господь ваша душа спасибо господь о нет ну или рассердится если я не поспешу домой проклятие похоже дождь собирается хозяин хозяину слава богу вы пришли в себя есть пугать что случайно заснули отпустили мою руку и и так хозяин этот тот период который я действительно хотел вам показать мальчик который читал книгу в розовом саду превратился в красивого юношу как бы там ни было у него все тот же добрый взгляд что и прежде и порой в нем можно было разглядеть того невинного мальчика полагая в душе он все еще переживал переходный возраст ну часто бывал в церкви безусловно по воскресеньям он ходил на мессу но чаще всего на занятия к священнику у нас что-то там лифт чинят стучат в подъезде одежда не слышно также посещал частную школу под руководством именитого маркиза хоть это не было школа где студент сидели за партами в ряд они обучались в имении маркиза среднее и высшее образование тогда было совсем другим и мало задумывался оба на университете освещение хотел привлечь его в луны церкви однако мы все еще не мог определиться то что он был волен выбирать вызывает зависть не так ли так знаете я чё думаю я думаю что под визуально нового я хочу тебе себе вкусняшку не заказать типа бургера я кажется какие-то эти фоны пропустил и возможно налить чем вкусненького монстра как ты думаешь под что-нибудь вкусненькое например джин тоник это на волк хорошо зайдет блок стар блок стар наверное так что минут приду острый куриный у них шурма есть возьму себе самый вкусный он вроде в прошлый раз был довольно вкусным . картошка у нас и дома есть я не помню вкусные ли у них крылья были я хочу еще острых крыш все вкусняшки заказаны и буду пока 7 еще наливать попозже налью к еда приедет так все погнали продолжать мыл добрый день я пришел забрать свой заказ он готов да готов и ждать вас юный господин ротс прошу вас не называйте меня юный господин прошу прощения видать все еще не могу выклинуть прошу из головы вот ваш заказ сэр покинув церковь мэл заглянул в ювелирный магазин расположенный в центре города завтра выходной кайф здание было одновременно мастерской магазином и знать весь сема высоко ценил изделия этого мастера он был настолько искусен что даже королевское семейство нуждалось его услуг еще рано львать пить надо под концовку двери кстати говоря на деревянном знаке при входе было выигрывали на изображение ювелир ювелирного украшения который выставлялся в дворце поскольку искусство процветали в золотой век количество лавок продающих предмет роскоши такие как ювелирные изделия росло одна клиентура подобных магазинов состояла из узкого круга людей могу я взглянуть конечно конечно хорошо но именно такое каким я его себе представлял великолепная работа хе-хе но не могу позволить себе разочаровать такого преданного клиент как вы рабочая этика достойное восхищение уверен и понравится вы так добры юный господин моему сыну бы следовало равняться на вас каждый мужчина должен проявлять женщинам нам немного радуши довольно грустно возвращаться домой к холодному очагу опять же пожалуйста не зовите меня юный господин примите мои извинения тогда возьму это и пойду хорошего дня если вам еще что-то понадобится дайте мне знать и сделаю любого украшения только побросите ведь камней день ваш возлюбленный тоже станет прекрасным я гарантирую что вас обоих ждет незабываемый вечер прошу вас но у меня нет возлюбленный а вот так сюрприз я верю что нужно девушек соперничать за вашу руку юный мистер рот из прекрасной семьи хорош собой обаятелен и в вашем будущем все лишь я пойду я немного спешу хорошего дня заходить любое время господи может быть мне сказать что я хочу учиться за границей что вроде того мой отец может и терпеливно это точно его разозлит я уже слышь как он говорит ты впустую растрачиваешь здоровые тебе богом таланты юношу я мог бы отречься своего имени и положение уехать куда недалеко звучит как одна из возможных идей на или я на мы завтра пьем с тобой раз у нас сразу раз мы празднуем праздник чё а так кумыс да наверно как было на при перчатке казахстана са чем ближе он подходил к особняку тем отчетливее ощущался аромат роз со временем благодаря этому характерному аромату все посетители начали называть этот дом усадьбой роз возможно также что это была игра слов связанная с фамилией золотовлас семьи рот которую вы недавно могли услышать от владельца ювелирной лодки мне нет тогда особняк выглядел совсем иначе нежели теперь разве нет ни зарослей плюща покрывающих стены не прогнивших сломанных дверей мне интересно чтобы подумала семья рот с увидение в каком плачевом состоянии находится этот дом теперь их пышно цветущие розы изменчивые символ благосостояния давно засохли и обратились землей прошу прощения стало слегка сентиментальный давайте забудем на мгновение про наше собственное время полагаю немного задержался ну ладно солнце все равно еще высоко в небе уверен что ах дорогой дрожащий мыл что же тебя так задержала где ты был ждала тебя вечность или и дома нет тебе так долго не было что решила подождать ворот но ты меня даже не заметил совершенно разве так обращаются следи за всех этих занятий ты витаешь в облаках нет это не так правда к тому же и тяжелая не могу ты с меня слезть тяжелая я стала есть гораздо меньше сладостей чтобы хорошо смотреть в этом платье а ты знаешь ли знаешь как я люблю сладости ты называешь меня тяжелый не понял я сказала скороговорку такой тупица мыл придурок баван собак и противный вдобавок что случилось это очаровательная маяка девочка которая была моей сестрой скорее всего закатила бы истерику скажи это вслух или развите можно быть снаружи как никак ты звезда сегодняшнего события ничего страшного они могут называть это праздником честь дня рождения но я-то знаю что все это только ради заключения союза ведь очевидно какие у отца мотив он специально собирают кучу мальчиков за застойных семей чтобы найти того за кого выдать меня замуж мне совершенно не интересно и быть такой на ли они все здесь ради тебя крайне мере постарайся полу насладиться праздником насколько сможешь я пожалуй к тому же все не настолько плохо взгляни на это дорогой mail что думаешь что я думаю о чем чем мэл мое новое платье она прибыл я в нем прикольная бабочка какая-то нужно можно посмотреть на мать прикольно мог не заметить я значит заметил что не видел раньше ну или у тебя так много платьев что инфо это платье бы готовил ради сегодняшнего дня смотри на цвета они такие красивые это работа известного красильщика этот пояс просто очарованием вишка вон соединяется образует бабочку я просто влюблена в него я думаю буду носить это платье всю жизнь скажи мне что думаешь он мне хорошо сидит да вообще хорошо да ну красиво и хе-хе-хе-хе-хе в какой-то степени я думаю что она все что маленькая очаровательная девочка другой mail я люблю тебя и не прыгай на меня так больше ты что ты уронил и что тут у нас постой погоди нет ты пока не можешь это взять ты подарок отдай я собираюсь позже тебе вручить казанала для меня и чтобы это могло быть и не открывай да какая разница все равно скоро станет моим разве нет он мне нравится жрели в виде розы этот узор это работа ювелира который делает украшение для королевской семьи мой дорогой mail ты это заказал лично для меня но боже в нем нет смысла если ты открыл его до праздника пусть лучше счастье будет раньше чем позже думая надену его прямо сейчас вот ну как заказ готовим на комитет выглядит прекрасно мой дорогой прямый принц все еще самый лучший на всем белом свете и не дело таких странных звуков ну почему нет принц всегда точно знаю чего желать его принцесса принцесса желала жрели в виде розы которые бы подошел к ее платью понимаешь господи да не просто играть роль твоего принца или жмите пришло время найти другого принца той принц что ты не можешь так запросто найти другого за углом если ты хочешь уйти в отставку дорогой mail тебе придется подождать еще лет десять долговато ну или если ты найдешь себе новую принцессу и одни настолько и в романтики не больше чем в камне дорогой mail не волнуйся твоя горячо любимая сестра всегда будет твоей принцесс чего еще тебе желать тебе действительно позволено решать такое я для тебя важнее любой девочки на свете разве не так ты делает меня твоя идеальный принцесс и что это было за смесь пока можешь смех всегда говорю мне что я значит для тебя больше чем кто-либо да так и есть больше чем кто-либо на свете моя обожаемая младшая сестренка я буду беречь ожерелье спасибо тебе мой дорогой ну ну если он тебе нравится тогда я рад всегда пожалуйста теперь пойдем в дом без почтенного гостя не будет и праздника не знаешь кто нибудь уже приехал нет я думаю не скоро все прибудут писаю лучше поиграть ты мог заказать эту игру на аукционе который у нас проходил день рождения мне кажется надо выпить до нового сижу идет да и нормально пока такие праздные разговоры понятно что экшон начнется в ближайшее время а так чё просто все исходил в церковь да я наткнулся на отрывок который не мог перевести поэтому я решил туда наведаться ну надо же какой прилежный хотя по правде говоря мне не очень нравится там еще не священник вообще-то мне тоже не особенно что действительно почему ну знаешь у меня то свои причины значит даже тебе не всегда нравится священника тогда давай воскресенье пропустим мессу нужно пойти поиграть никаких прогулок церкви как раз брат также росла и сестра день или исполнилось 14 а мало который был старше на три года было уже 17 видели все своими глазами поэтому знаете насколько сильно она изменилась она всегда была милой маленькой девочкой а теперь выросла в еще более красивую молодую девушку и пускай ей было всего лишь 14 лет но потихоньку она превращалась прекрасную леди а вот что касается ее характера ну с другой стороны девушки подобные обладают своим очарованиям и не согласны медленно спускаясь по течению реки времени брат с сестрой выросли став здоровыми молодыми людьми их отношения ни на йог не изменились нелли была очень привязана к своему брату и сколько бы мэл не жаловался он по-прежнему очень заботился о своей сестре к тому времени как день стал клониться к закату снаружи начали выстраиваться в ряд карета и хорошо одетый аристократ заходили в дом как и предполагала нелли большинство из них были мальчиками да я понимаю вам не нужно больше ничего говорить усадьба роз значит хорошо пойдем вместе я в одиночку нет пожалуйста не заставляйте меня жильцы усадьбы роз определенно живут весьма насыщенной жизнью я уверена что они ничего не помнят и что коммунту с камином всегда поддерживали в идеальном состоянии чтобы она была готова в любое время принять гостей стены украшенные яркими гобеленами и витражные окна подчеркивали убранство зала первейшей задачей слуг каждое утро была уборка этой комнаты кувшины серебряные тарелки и прочие изделия серебра полировали до блеска так что их можно было использовать в любой момент а для таких событий как день рождения их дочери комната играла даже более важную роль столешницы сняли и приказали заменить их на новые изготовленные специально по такому случаю и как только банкет начал подходить концу столы и стоявший от полупустых бокалов вина и над кушанных сладостей сдвинули в сторону чтобы создать больше места для торжества разумеется да белки гуи на iphone уж завтра посмотришь а их типа показали до завтра тогда уж добрый вечер леди на или вы выглядите особенно очаровательно сегодня нелли я принес эти драгоценные камни специально для вас вы подарите мне этот танец не так ли что случилось нелли ты выглядишь измотанный вот эти вот особенно хороши хочешь один я знаю ты любишь сладости кажется это яблоки в сахарной глазурь ты зачаровал меня дорогой мэл ты думаешь в чем дело они все приходят и приходят от мог не от конца это приводит меня в бешенство все повторят одни и те же звучные слова они все думают что красивых украшений приглашение на танец будет достаточно для того чтобы осчастливить девушку этому это как раз тебе на или все же почему разочарована во мне думаю после этого года хватит с меня дней рождения скорее всего следующем году они организуют что это еще более масштабно почему ну ты же знаешь ты уже в том возрасте нелли довольно таки знатная семья поэтому многие дома хотели породниться с нами так чем минуту ртттттт многие дома хотели бы породниться с нами ты хочешь сказать чтобы я сделал это ради семьи нет не то что не собираюсь ни с кем встречаться или выходить замуж не совершенно интересно быть пешкой в их внутрисемейной политики пешкой ну я бы так не говорил и я уверен отец хотел бы чтобы ты сама выбрала ну знаешь там локта кого-то по-настоящему полюбишь полюбишь никогда бы не подумал что слушай как ты говоришь про любовь дорогой мал на всех сочная за сейвить скипать все вдруг все вылетит случайно ты даже не понимаю что делает пьесы шекспира настолько прекрасными и смеешь рассуждать о любви я снова время ромео джульетта и ты говоришь о любви ведь мы проделали весь этот путь до театра глобус ну прости меня за то что я такой невежда когда речь заходит романтики и искусстве но ты не такая на или шекспировская фантазия заставила тебя плакать как ребенка любой будет плакать после такого нужно быть ненормальным чтобы все это проспать это не то что я пытаюсь сказать кто-то настолько эмоционально чувствительный как ты на или без проблем сможешь найти любовь вот дорогой мы должны потанцевать и сны или могу я пригласить вас давай потанцуем дорогой mail что со мной погодите ну уже мне очень нравится эта песня перестань тянуть меня нелли я вам танцевать брат сестра ах матушка с отцом уже грозно нас смотрят и важен какой сегодня день дорогой mail твой день рождения вот именно поэтому я могу делать что захочу а теперь удели внимание своей принцессе как бы давать истинному принцу но господи как я угодил во все это юбка на или порхала пока она двигалась такт музыки она была не только умелой певицей но и искусной танцовщицей мы уже в свою очередь неуклюже перебирал ногами стараясь не отставать его танцевали навыки едва ли можно было характеризовать словом хорошие даже из листья несмотря на то что мальчики благородных кровей брали уроки танца часть занятий по этикету он чувствовал как его ведет танцы его же сестра он едва поспел за это унизительное сколько его родители не ограничивали его рамками при воспитании позволяем по большей части заниматься и учиться тому чему он поживает мы осмотрелся как запутавшаяся марионетка со всех концов за он мог слышать насмешки неприятные хиканье и покашливание людей старающихся скрыть свой ухнул ну уже дорогой mail если это все на что ты способен что же ты будешь делать когда встретишь ту единственную я не встречу поэтому неважно хе-хе повторяй за мной mail 1 2 3 1 2 3 или 1 наслаждалась танцем со своим братом и не без причины и было безразлично сколько неуклюже то двигался или то как холодно смотрели на них гости первыми кто не выдержал напряжение были их родители тот момент когда их отец собрался нарочится громко кашлянуть и остановить музыку внезапно раздался шум со стороны входной двери что это могло быть знает чтобы там не случилось я спасен за перестала играть и гости засветились отец брата и сестры говорил повышая голос пытаясь унять образовавшийся переполох он приказал слугам разузнать в чем дело позаботился чтобы музыка снова звучал поспешно извинилась за заминку и вернул торжество на круги свое насколько припоминаю я пошел проверить вход вместе с остальными слугами о боже почему вы на меня так смотрите хи это не мои воспоминания тех кто обитал внутри особняка тогда может вы думаете что нам стоит проследить за случившимся далее с моей точки зрения это не то что задача у вас ну что ж ответ на все вопросы будут со временем со временем но пока давайте вернемся к нашей истории несмотря на то что на мгновение торжества остановилась решительные действия отца семейства в кончайший срок вернули праздничное настроение гостей так что все и думать забыли о случившемся ранее переполохе ой над же я слышала гром и довольно громкий притом похоже надвигается сильная буря они жили в стране где погода была крайне непредсказуемый дождь был частым явлением с приближением лета ясных дней становилось больше но в межсезонье погода была все еще довольно переменчивый причем дул сильный ветер превращая капли дождя в маленькие копия словно дротики стучащий в окно блин и и правда стримить надо было в 9 вечера чтобы людям заснуть было проще ну типа новелка для всех конечно фоном просто слушать бубнешь стримером кайф смотри что продлилось немного дольше никто бы не смог вернуться домой несмотря на тот факт что отец был весьма беспокоен тем что нелли не сблизилась ни с одним из мальчиков аристократов все же все же решил прервать празднество слава богу все закончилось пораньше как мне повезло должно быть это наград за то что я была такой хорошей девочкой и думаю что когда это торжество прерывает это считается везением мне не было весело я ничего не могу с собой поделать если мне не нравится и во имя всего святого артур был здесь мне совершенно не интересно танцевать с этими тупицей артур напомни кто это один из гостей невероятно ты ничего не помнишь не так ли дорогой мэл он приходил несколько раз поиграть когда мы были детьми он весь в этих отвратительных веснушках он полный придурок сказал что мы его цвета опавших листьев опавших листьев она лишь мысль о его отвратительной ухмыки выводит меня из себя он продолжает вести себя будто ничего не случилось он даже назвал меня мисс нелли святые небеса слушаешь дорогой мэл я слушаю слушаю интересно что это недавно был за шум ах ты все-таки не слушал да кого это волнует прости ну тебе разве не любопытно во всяком случае это не был еще один гость может быть пробралась . так думаешь да ну хватит об этом желаешь поиграть со мной в карты дорогой мэл серьезные я ведь устал еще не так уж и поздно ну ладно что здесь не так кошка я хочу пойти проверить уже поспеши подожди не нужно меня тащить нелли мой день рождения еще не закончился потому ты все еще должен делить мне внимание ох нелли у ким пауку пауков хоть видно было по нижней части экрана ранее ты был похожи на фразу почти по русски история ладно нет английский пахисты из тыс history continues типа конь континью че такое это количество соев дождь и никак не прекращается не могу заснуть интересно из чего была тогда суматоха гради бога это буря виновата из нее не могу уснуть я бы напрасно беспокоюсь уверен штаны либо право это было кошка ваш собак могу уснуть раньше у меня не было таких проблем со сном интересно что это за чувство не совсем похоже на предчувствие прогулок по дом в столь поздний час вряд ли сможет мне помочь я не смогу уснуть просто лежа в постели и рука не затекла грязь а это листик местными звуками которые можно было услышать в темных коридорах были резкие постукивания капель дождя его собственные шаги и дыхание хотя он и был хорошо знаком с обстановкой в доме в ту ночь коридор оказались бесконечным лабиринтом окутанным тенями лунный свет не проникал сквозь окна из-за чего он двигался крайне осторожно словно забыв о том что находился в собственном доме прижав ладони прохладной стене медленно шаг за шагом продвигался вперед ну куда он собственно направлялся конечно же мы не мог ответить себе на этот вопрос если что у него и было так это путь к местоназначения взряемый с полохами молнии возможно он был движим чем-то еще хоть он и продвигался весьма нерешительно мэл медленно уверенно приближался к одной конкретной комнате все шел через кажущиеся бесконечными коридоры нашел через гостиную с давно погашим камином свернул в другой коридор затем остановился у спальни горничной узкую скветы свет исходящий от лампы пробивался сквозь узкую щель между створками двери не нужно порыва ветра чтобы заставить огонь мерцать человеческие движения полыхание воздуха чьих-то слов малейшие соприкосновения способны вызвать трепет пламени неуловимо изменчивые как будто его двигают кончики невидимых пальцев вижу свет внутри еще не спит голос похоже не решался жесть подглядывать за горничной осуждаю вы уже не решался не составило бы труда подойти к двери и заглянуть внутрь у него есть правило не подглядывать чужие покои даже если это его собственный дом кроме того эта комната принадлежала женщина за дверью была женщина как бы вы хозяин поступили в этой ситуации пошли бы вы на поводу собственного любопытства и заглянули внутрь или бы вы решили не вторгаться в личное пространство владельца я не должен этого делать но голос как будто он зовет меня или кого-то другого я да я чувствую этот момент что за мной кто-то наблюдает он поддался своему любопытству он стоял за дверью и старался оставаться настолько незаметным насколько возможно а его глаза цвета меди были широко раскрыты похожую дрожь в его сердце породила слабое колыхание воздуха но я сделала вид что не заметил да я знала что он был там я ощущала его присутствие его нерешительность однако я не могла рассуждать о его истинных чувствах или о том насколько они были для него но я также открываю для себя новые грани этой истории глядя на нее глазами особняка это не я задача на хозяин а вы вы и я знаю что мне не стоит этого делать мне должно быть стыдно но я не могу отвернуться кто это и такая белая кожа кажется будто я могу видеть сквозь нее такая бледная потому что была под холодным дождем и волосы словно белый снег и глаза они как как бы их описать моего словарного запаса действительно не хватает в подобных ситуаций они похожи на кровь нет слишком неприятно возможно красное вино несколько прозрачнее чем вино тогда драгоценные камни да драгоценные камни и глаза словно рубины я никогда раньше не видела таких как она не видел гу о чем они могут разговаривать взгляд мэла был прикован к необычной девушке у нее кожа была подобна стеклу глаза сияли в мерцающем свете свечи белоснежные волосы не спадали вниз подобно роскошному шоу ее губы имели синеват фиолетовый оттенок и мягкая нежная кожа была за пятна на грязи и сияющие глаза смотрели в пола волосы были взъерошены с первого взгляда было понятно что она не являлась леди кончики ее пальцев потрескивались потрескались от холода ногти побледнели от недоедания одежда больше напоминала лохмотью ну как бы там ни было истинную красоту видно всегда неважно почему она скрывается даже если она окутана по кровам болезненности даже если она считает что ужасно интересно что же с ней случилось он больше не мог отвести взгляда от лица девушки к тому времени он уже забыл про стыд который испытывал подглядывая пока он напрягался свой слух пытаясь разобрать содержа содержание беседы доносившийся изнутри усталый голос сорвал с фиолетовых губ белокурой девушки так слаб был этот звук что даже легкий ветерок пролетая через комнату смог бы унести ее прочь я прошу прощения за беспокойство не думай об этом оставь свои извинения и благодарность госпожа у него есть что-то удивительно уютное в этом доме словно я бывала здесь прежде если бы мой отец был здесь я уверена ему бы тут очень понравилось я очень сожалею насчет твоего отца это не блага вы ничего не могли бы сделать когда вы пришли чтобы нас спасти он уже спасти отец так может быть из-за этого вся суматоха он пристально смотрелась завороженной сценой развернувшийся за дверью чей-то взгляд порой лучше слов может поменять кому-то о вашем присутствии по видим белокурая девушка также ощутила это присутствие она поднимала свои блестящие словно драгоценные камни глаза именно в этот момент юноша хватило внезапная паника всего на несколько мгновений его медные и ее рубиновые глаза встретились заставляя его отпрянуть от двери его сердце колотилось подобно дождю снаружи осторожно пытаясь не издавать звуков он шагнул назад на один-два шага она меня увидела я все случилось так быстро она не могла меня увидеть мальчика не хватило мужа со мной заглянуть в комнату поэтому он осторожно вернул свою спальню так быстро как только мог потеряли пацанах потеряли даже под своим одеялом он так и не смог стереть глаза той девушки из своей памяти и печальные алые глаза и голос хрупкий словно хрусталь бледно почти безжизненная кожа и и белоснежные волосы каждая отдельно взятая деталь не позволял ему изгнать ее образ из своих мыслей как и не мог он сдержать отчаянно боющееся сердце то такая аккурая девушка что-то не так нет мне просто показалось что кто-то за нами наблюдают уверенно это лишь твое воображение если же это не твое воображение значит какая некая невидимая сила наблюдать за на видимая сила у вас напасим за 300 бакс все я добрался до компа дома пора чекнуть что там в мимо лир за не можешь мимо лертить за обычный надо покупать мими хуэн и специальные спасибо донышь на их андрид бакс и семечки слышал о том как люди кличут этот особняк я нет че у меня с едой ночь медленно усадьба роз да так и есть мне его называют усадьбой роз потому что ты можешь уловить приятный аромат розового сада даже на внушительном расстоянии но это не то что я имел ввиду говорят что в этом доме жила ведьма ведьма и сушу таких историй полагаю что нет это было очень очень давно тебе не о чем беспокоиться своеобразная внешность расценивать это как комплимент же плазно тебе нужно отдохнуть культа для тебя уже подготовлена сначала могу о кое о чем тебя попросить да похоже что ты еще не назвал вам не своего имени меня зовут я зовут ель на эль проснись поднимаясь уже мэл что я уже утро ты меня разочаровываешь другой мы уже давно не утро и видела тебя за завтраком в этом решил зайти узнать чем дело что действительно так долго спал спорли отец слишком снисходителен к тебе дорогой мэл подобное поведение для первого недопустимо я знаю для начала дорогой мэл что ты здесь делаешь ты не можешь вот так вот влетать в покое мужчины оставь это слугам я отправляла тебе одного это ты был тем кто отказался просыпаться потому же мы ведь не чужие друг другу раньше мы все время спали вместе было давно сейчас все по-другому это себя накручиваешь глупыш а теперь поспеши соня подъем хорошо хорошо я встаю тебе пора уходить может выглядишь ужасно дорогой мэл человека который проспал и выглядишь так словно ночью не сомкнул глаз так думаешь ты ведь не ходил в город прошу ночью не так ли жесть монстр купил 100 мими коэнов все еще будет раскидываться мемасиками непослушный грязный мальчишка я я никогда бы ты же знаешь что-то ты взволновался не думаю что я верю тебе я не выходил прошлой ночью и ничего такого не делал я устал потому что ты заставил меня играть в карты допознанные ли и не так что долго мы играли к тому же взгляни на меня и проснулась без каких-либо проблем чё высморкаюсь как бы там ни было кыш я не могу одеться погадать здесь ладно ладно я ухожу дорогой мол чуть не забыла что на этот раз не будь таким злюкой уверен это весьма удивишься этим новостям о за завтраком который ты пропустил отец сказал нам сказал вам что хочу ли рассказывать ты так разговаривал бы ты хочешь поскорее выставить меня из комнаты дорогой мэл пожалуйста нелли и сегодня у нас появилась новая служанка предположительно из дома с которым у нас есть связи никогда прежде не видела таких как она должна быть из хорошей семьи однако не особо элегантно я никогда не видел ее на светских приемах это еще не самая удивительная часть это служанка она странная у нее очень необычная внешность белые волосы что откуда ты знаешь дорогой мэл спасибо нелли ну вернись больше права что него нашла бах в те времена большинство слуг были мужчинами однако у обеих леди этого дома были служанки поэтому среди прислуги было несколько женщин включая меня служанки по большей части были дочерями из других знатных семей в определенном смысле можно сказать что это было своего рода подготовка прежде чем они вольются в велико светское общество девушки прислуживали в домах которые были гораздо влиятельнее их собственных и белокурая девушка которую мы увидел прошу ночью была одной из таких служанок когда мол это услышал он больше не мог усидеть на месте я ведь по правде говоря не до конца все обдумал верно я даже не знаю где она думаю оно должно быть служанка матушки белые волосы видимо это действительно та девушка из прошу ночи но глубине сердца с трудом мог поверить в то что девушка который он видел ночью действительно здесь работала служанка ты можно ли его винить когда он ее увидел она выглядела ужасно и с трудом можно было охарактеризовать как девушку из высшего общества но он не желал выяснять так ли это он всего лишь хотел увидеть ее еще раз дабы увериться в том что виден и минувший но еще был реальностью не плодом воображения кроме того он хотел просто поговорить с ней не хотел бы столкнуться матушка это было бы неловко он приближался к покоям своей матери но чем ближе подходил тем тяжелее давался каждый шаг он свернул за угол думаю не стоит ли вернуться и внезапно застыл на месте порой мечты сбываются когда мы вернул за угол он видел ту самую девушку те же белые волосы ах судя по всему она убиралась прихожей а двигалась вдоль резной деревянной панели на стене стараясь не пропустить ни единой пылинки девушки было чистое платье форма служанок имения не было больше грязи способность скрыть ее красоту все эти пятна что покрывали ее белоснежные волосы и подобную стеклу кожи исчезли единственное что осталось неизменными равнодушные рубиновые глаза прошу прощения слушав его шаги молодая девушка подняла голову она уловила взгляд мэл и мгновение лишь молча моргала глядя на него ворд мэл верно ваш отец рассказал мне о вас правда тогда думаю мне не нужно представляться полагаю она хотела улыбнуться хотя сказать было сложно потому что быстро опустил взгляд к пол медь и рубин встретились лишь на кратчайший миг выглядела так словно она смотрела на кого-то и в то же время не на кого всех здесь действительно самый красивый цвет волос у вас какое-то дело госпожа лорд мэл если желаете я дам ей знать нет я искал вас меня мы почувствовали будто у него душа ушло в пятке он не мог точно описать это ощущение но одним словом это смахило на панику пока он пытался ее отыскать мы придумал либо поводов для разговора к тому же у него редко были проблемы в общении с другими вот в общении с женщинами у него было маловато опыта однако время проведены в компании на или помогал ему не слишком смущаться до сего момента до вас зачем вам понадобилось искать меня лорд мэл народ тостер ты где-то как там твои делишки в бэкпак апнул апнул мастера я сегодня я не знаю что тебе не понравился шиповый меч я сегодня сделал шиповый меч с картами за рипера победил сделал шиповый меч с регенерациями на святых броньках за этого за лучницу это же это же имба вообще и еще сегодня апнул мастера этого до мастера но только на рипере к сожалению за лучницу пока сложнее идет не раз сорок сказали штаб новое а так явно того к 70 стереотового красота жестко жёстко ну ты справишься и уверен попробуй вампиры вампиру с регенерации постам короче надо к этому мечу еще этим траву траву регио регена покупать обязательно и будет вообще имба особенно сейчас шипы топовые против этих ножей хотя сейчас мета ножей явно явно сейчас мета ножей уйдет я на говорит я тебе сказал попробую вампира ты сейчас пойдешь в импер лайки играть вам поехали дальше мне было интересно как у вас дела с упрощения у меня все хорошо хорошо я рад это слышать идет мы о чем ты вообще говоришь ты можешь спросить о более важных вещах например откуда она приехала или сказать и что у нее красивые волосы и глаза я не хочу слишком ее беспокоить лорд mail да прошу прощения просто внезапно замолчали я стою у вас на пути на нет что вы я ли что что вы делаете я убираюсь да мы не спрашивать ох вы убираете вы можете оставить оцените другим слугам вы ведь одна из дочерей аристократ в которую мы приняли у себя верно там почему матушка заставляет вас ведь я я делаю то что мне нравится спожа была занята я не могу просто стоять ничего не делать но мне нравится убирать ну как скажете скажите вчера этот особняк действительно чудесен все эти розы в саду даже к обстановке подошли с должным вниманием ведь семи впечатляющее чувство прекрасного ух да спасибо на что так что мы пыталась сменить тему я невероятно рада тому что у меня есть возможность служить в этом великолепном доме вообще-то матушка и отец не имеют к этому никакого отношения даже к саду все здесь было так со времен моего дедушки когда он купил особняк тот был сущей развалюхой о неужели да по правде говоря я удивлен что он вообще отдал за него деньги люстра в гостиной была разбита едва держалась на потолке большая часть настенного декора была поломана я с труду могу это представить это невероятно впечатляющий дом а уверен дедушка был польщен слушать услышав анетисова мой дед был слегка эксцентричен он любил делать вещи которые люди от него не ожидали а все ради того чтобы увидеть изумление на их лицах было с тех людей которые могут купить особняк не принадлежа не подлежащий ремонту чтобы вдохнуть него новую жизнь все кому довелось видеть поместье до реконструкции были поражены они пожалели о том что сами не воспользовались этой возможностью видя то как преобразился этот дом я подумал что вы чем-то схожи с этим домом что вы хотите этим сказать я хочу сказать когда вы только прибыли неважно забудьте об этом тупица догадается что ты за ней подглядывал из этого еще не поняла верно да ничего чем больше об этом думаю тем больше понимаю что у вас с особняком нет ничего общего ох если быть честным причинам которым дом никто не желал покупать являлось не только то что он был в полном в полнейшем беспорядке говорят что каждого жильца этого дома постигнет неудачу вы в это верите я я просто шучу на самом деле это неправда это всего лишь слухи и молва приукрашенная для того чтобы сделать эту историю более волнующий слухи возникли только из-за того что как это место выглядело в ту пору если бы особняк на самом деле сулил несчастье нас бы здесь уже не было это не объясняет то как умер мой дедушка вы знаете как он отошел в мир иной нет и как же но очаровательные леди что хотите верьте хотите нет но именно так он умер в постели с молодой красивой женщины говорят что время подошло к концу когда он занимался с ней любовью довольно интересный способ уйти из жизни случайно пока им нажал едва ли был несчастен что я вам говорил ах да только не думайте что я что я унаследовала дедушки склонность к такому недостойному поведению я чист телом и душой полностью посвящен своей учебе так что ха ха и она засмеялась прошу прощения нет все хорошо в любом случае мы говорили об особняке верно мне самому всегда казалось что это весьма странное место это платье которое сейчас на вас было найдено здесь после того как мой дедушка купил дом вы не видите подобного крови в здешних краях поэтому я думаю что он скорее всего было привезено издалека женщиной была цири кстати да знакомая история архитектура этого места тоже весьма астромодная что должно быть и привлекло внимание дедушки когда он объявил о том так мой бургер почти приехал что планирует его купить вся семья взбунтовалась но он был не преклонен реставрация за реставрацией подарил и подарили новую жизнь стучат а Продолжение следует... Так, ну, бургер приехал. Потихоньку можно начинать наш алкостримчик. И скушать бургер. Так, за реставрацией подарили новую жизнь, но из всей его работы больше всего ему нравился розовый сад. Пипега! Десять подарочных! Видите, не просто так говорил, что ему сегодня что-то... Не зарплата, а как она называется? Соцвыплаты какие-то тебе там пришли, да? Спасибо большое за десять подарочных. Это получается Кавабанг, Бак, Архангел ХС. Если он заглядывает еще на твич, то говорил, что перестал стримить. Никсон, Расс, Айэмер, Your Girl is Just My Groupie, Last Hunter, Мистер Тикер и Юрий. Град всех с сапочками. Спасибо, Пипеж, спасибо за гифтулечки. За поддержку. Так, а что это у меня тут открылась? Система отображения. Он коллекционировал сорта со всего света, и каждый раз, когда у него появлялся новый, он тут же... Стоп, я какой-то авто... Авто этот включил, что ли? Вроде нет. Розы, 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 да? Нет, нет, стой! Колесико мыши. Коллекционировал сорта со всего света, каждый раз, когда он появлялся новый, он тут же вызывал садовников, чтобы те посадили и вырастили их. Потребовалось немало времени, чтобы его закончить были, даже те, которые не приживались из-за местного климата. Однако дедушка отказывался сдаваться белокурой девушке, он действительно любил розы. А мне действительно вкусно есть бургер. Сейчас пойду, я не дам попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Выкинули из топ-10 по гифтам, что ли? Жесть. Ай, блин, я опять колесико нажимаю. Что касается меня, я никогда не понимал, как кто-то может настолько ими восхищаться. Каждый раз не по себе, как кто-то называет этот дом усадьбой роз. Возможно, розы предназначались кому-то. Что? Я просто предположил, а в конце концов розы прекрасный подарок. Да, так и есть. Если вам нравятся розы, такие же, как и Нелли, тогда вы всегда вольны сами сходить и взглянуть на них. Берите столько, сколько пожелаете. Если кто-то спросит, скажите, что я вам разрешил. Я не нужно стесняться, уверен, что это утомительно. Постоянно заниматься только работой. Нет, просто я... Я чувствительна к солнечному свету. Ох, это необычно. Полагаю, это объясняет, почему вы так бледны. Я даже не догадывался, это должно быть тяжко. К тому же у вас красивая кожа. Вы, кажется, не сильно удивлены. Что? Нет, я очень удивлен. Или вы рассчитывали услышать более театральный ответ? Нет, мне просто... Мне казалось, что вы сочтете это неприятным... Ага, вампир. Ага, можно. Я чувствительна к солнцу и с трудом могу проводить время на улице. Такие черты присущи разве что дьявольским отродьям. Ха-ха-ха. Ой, вы слишком переживаете. В мире не существует монстров столь же милого, как вы. Ах. Да-да, возможно, другие слуги дразнят вас. В особенности тать им на волосы. Как бы так сказать, немного пугающе. Почти как если бы у нее было сердце из стали. Или что-то в таком духе. Она неприступна. Она ведь тоже одна из служанок матушки, верно? Стоя на солнце чихает. Думаешь, это признак вампирства? Вампирвайк, который мы заслужили. Ну, придет 100 струева проходить, получается. Все. 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 Если есть в мире вампирвайк. Блин. А скоро же начнут появляться бэкпак лайки. С такой-то популярностью игры. Придется бэкпак лайки стримить. Да. Теперь я еще больше волнуюсь. Да блин, что я нажимаю периодически? Не-не, стой. А, это вот авто было. Если вы отказываетесь следовать моим указаниям. Отныне вы ищете ада. Так и представляю, как она это говорит. Хе-хе-хе-хе. Ох, опять? Мне очень жаль. Мне не нужно извиняться. Правда говоря, я бы хотел, чтобы вы больше смеялись. Вообще-то она весьма добра ко мне. И все, что она делает, она делает с невероятной точностью и эффективностью. Она выглядит такой молодой, а так опытно. Как долго она уже в этом особняке? Вообще-то, она здесь уже довольно давно, но как долго, я не знаю. Никто не знает, сколько ей лет. Это немного жутко. Я никогда не думал о ней в таком ключе. Ой, прошу прощения, вы правы. Нехорошо говорить плохо, а других за их спинами. Как бы там ни было, она все равно меня пугает. Как будто в ее глазах нет света или все улыбки наиграны. Однако менее красивой она от этого не становится. Ах, беседа зашла в тупик. Я должен срочно придумать, о чем еще можно поговорить. О, да, вы можете меня спросить о чем угодно. Хозяин, ваш отец, лорд Мел, часто покидает особняк? Я не видел его. О, да, отец часто возвращается домой. Вообще-то этот особняк наш второй дом. Но почему вы спрашиваете? Мне было просто любопытно, ничего более. О, да что? Одна из суженок хотела меня видеть, поэтому я должна идти с вашего позволения. Что? Хорошо, тогда встретимся позже. До свидания. О, да, один момент. Наконец можно бросать вампиров и стримить бэкпаки. Да, тостер. Это, конечно, хорошо зашло. Бэкпаки вообще, конечно. Вот ты зря в автобатлеры не играешь. Автобатлеры клевые. Понятное дело, что бэкпаки смотрят 500 человек, а автобатлеры типа ТФТ будут смотреть 100, а Хардстоун будет смотреть 0, потому что все, кто смотрит Хардстоун, смотрят исключительно Силвернейма и других фулл-тайм-стримеров по Хардстоуну. Но это не важно. Автобатлеры, это круто. Так вычислительных солнцем я бы мог иногда собирать для вас розы. Что бы вы могли вы украсить ими свою комнату? Лорд Мэл. И это все, простите, что я задержал вас. Ах, почему у меня так плохо выходит? Она определенно считает меня назойливым. Хочу спрятаться под камень, я хочу повернуть время вспять и попытаться снова. Розы не для таких, как я. У меня он слишком добр. Бэкпак вылетает, в конце боя перезаходишь, попадаешь в магазин перед боем, в итоге так три раза. Ни разу не вылетал. Вот вообще ни разу не было. Но неприятненько, да. Что-то. Неприятненько. Фу, долгая же история про этих. Про этот дом роз. Примного вам благодарен, Святой Отец. И простите, что я сегодня опоздал. Да, это довольно странно. Тебя совсем не похожи. Видать, скоро снег пойдет. Знаете, что еще прикольно было бы в бэкпаке? Было бы круто, если бы была история твоих бэкпаков. И можно было бы посмотреть, сколько раз и кто проиграл этому бэкпаку. Ну, хотя бы в финальной битве. Это только пролог, треть пролога. Вот пройдешь три двери, и там будут сюжетные выборы. А, да. То есть у меня еще очень долго не будет сюжетных выборов. Вы преувеличиваете, Святой Отец стоял. Должно быть, случилось нечто хорошее. Да? Похоже, у тебя приподнятое настроение. Разве, да, нет, ничего не... Что же все-таки случилось, не так ли? Ну, все написано у меня на лице, верно? Люди предпочтут открытую книгу к бездушному камню. Так и есть. Люди, может, и предпочитают это, но такое качество не годится для общественных дел. Каких таких? В любом случае, не тех, которыми ты будешь заниматься. А, прости, не пугайся. Пока что в этом нет ничего страшного. Ну так скажи мне, что же стало причиной твоего радостного настроения, Мел? Вы так меня измучили, Святой Отец. У нас появилась новая служанка. Вы ведь знаете, как это бывает, правда? Появляется кто-то новый, и все вокруг становятся таким оживленным. Это волнение затронуло и меня. Вот и все. Хо-хо-хо-хо-хо. А почему вы меня так смотрите? Не-не-не, ничего такого. Так из какой семьи эта юная леди? Ох, вообще-то я не знаю. Ты не знаешь? Я собираюсь спросить, но упустил возможность. Отец вернулся домой. Я не мог поговорить с матушкой. Понятно. Она тебя привлекла, не так ли? Да, так и есть. Ну, правда, заключается в том, что она не просто привлекла тебя, верно? Что ты... Нет, я... Ха-ха-ха-ха-ха. Видимо, вам нравится меня мучить. Что ж, теперь, пожалуй, я пойду домой. Мэл. Да. Убедись, что ты достаточно. Не знаешь, если она действительно тебе понравилась. Ты обязан узнать, подходит ли она тебе. Спасибо, и с вашего позволения. Я бы хотел режим бесконечный, пока хватает жизни и возможности дуэлик против друзей. Ну, кстати. Прикольная идея. Дуэлища с человеком у вас вот одинаково... Ну, блин. А как тогда количество жизней, типа... Ну, назначить? Ну, по крайней мере, если ты дуэлища с другим игроком, ты можешь... Ты знаешь, что он собирает, и можешь пытаться это контрить. Вот это прикольно. Короче, я думаю... Есть им что еще придумать в игре. Из-за скидок в магазине не покупаешь, что дают, ну... Не настолько же, но не всегда. Ну да, в основном... В основном, да. Неважно, если благородная она семья или нет. Нет, нет. Я не влюблен в нее, она мне просто нравится. Это не любовь. Нет, этого не может быть. Любовь и я вещь несовместимая ему. Для того, я совсем ее не знаю. Юный сир. Благослови Господь. Юного сира, подайте милость ценю. Это тот же не ищешь-то и раньше. Не думаю, что он куда-либо уходил с того момента. Но он еще то, чем в прошлый раз. Ему тяжело будет пережить лето. Может, дать ему что-нибудь, пока есть такая возможность. Подайте нищему, смеетесь, простите, но это все, что у меня есть. Ах, благодарствую, благословляю вам. И пусть Господь благословит ваши души, юный сир. Благодарю. Мне жаль его, но и атаков мир. До свидания. Книгу со скидкой в 6 маят сложно отказаться. Сложнее всего отказаться от камня по скидке легендарного. Когда он изначально стоит 16, а тут за 8. И ты такой, м-м-м, да. Небо действительно чистое. Солнце нещадно освещало город. В течение всего сезона дожди были частым явлением в этом краю. Но солнце почти всегда выходило на смену бури. Собор возвышался над самым центром города. Вымощенная камнем улица приятно отражала звуки шагов. Люди распахивали окна, выпуская солнечные лучи. В глазах Мэла все выглядело словно благословенным божественным светом. Однако не все, кто жил на этой земле, удоставились подобной участи. На самом деле те, кто был благословлен, пребывали в меньшинстве перед теми, кого Господь покинул. Несмотря на это. Со временем тот век назовут золотым. Тем временем где-то в особняке Неллис создавала проблемы с служанком. По возвращению она решила устроить перестановку в своей спальне. Поэтому собрала всех служанок и заставила их работать, выкрикивая приказы командой жалобы. Работали при этом не только за ее служанки, но и некоторые другие. В том числе и белокурая девушка. Нет, не так. Сколько раз я должна вам говорить? Я гобелем повесьте у двери. Еще мне не нравится узор на ковре. Мы можем что-нибудь его заменить. Или кто поставил сюда эту отвратительную вазу? Нелли выглядела весьма раздраженной. Ее раздражение сказывалось и на прислуге, хоть они этого и не показывали. Нелли была девушка, говорившая то, что думает, что было характерно для того времени. Женщины золотого века были столь своенравными, что, говоря по правде, это стало поводом для шуток в других странах. И неважно, насколько индифферентными в плане воспитания были ее родители, родись она поколением раньше или поколением позже, она вряд ли стала бы такой свой нрав. Однако в тот день Нелли вела себя не как обычно. Хоть она всегда говорила, что думает, это редко выходило за рамки ребяческих замашек. Было непривычно видеть ее в таком плохом настроении, без тенины улыбки на лице. Ах, избавьтесь от всего! Ковер, это кресло, стол, это все ужасно! У нас нет чего-нибудь получше! Если нет, закажите, пусть сделают! Вы должны быть хотя бы на это способны! Разве нет, незамедлительно заменить их! Прибывшая в то утро белокура девушка не знала, что делать в круговороте с лужанок, мебели и тканей. Она бегала с заснующими всюду с лужанками, стараясь помочь, но, будучи незнакомкой, незнакомой с такой работой, сама становилась для них помехой. Скорее всего, она почувствовала, что в комнате без нее будет лучше. Потому что, когда с лужанком приказали принести новую фурнитуру, она попыталась покинуть комнату Нелли вместе с ними. Ты, подожди секунду! Ты, да, ты, с белыми волосами! Однако Нелли остановила ее прежде, чем та успела уйти. Да, белокура девушка озабоченно повернулась, озадаченно повернулась и увидела, что Нелли улыбается. Уголки ее рта сошлись в самодовольной улыбке. Не было никаких следов робости или неуверенности в ее поведении. Ее глаза медного оттенка сверкали в солнечном свете. Практически полная противоположность белокурой девушке. Хе-хе. Вообще-то, я хотел с тобой поговорить, но моя матушка никогда не разрешала. Я попросил ее обменяться с лужанками, но она отказалась. Обменяться вы хотите сказать. Хе-хе. Именно поэтому я и решила переставить свою комнату. В таком случае мне бы понадобились дополнительные руки. Но почему? Потому что матушка и отец отказываются мне что-либо говорить. По какой причине? Как кто-то на самом деле. Откуда ты пришла? Скажи, откуда ты? Я... Почему ты не можешь мне сказать? Если мы тебя приняли, должно быть ты из довольно приличной семьи. Как член семейства родца я имею право знать, разве нет? Ты же не ждешь, что я поприветствую в своем доме девушку, которая даже не может сказать мне, откуда она? Я ничего о тебе не знаю. Я не видел тебя ни на одном из вечеров. Я... Я... Я прибыл из другой страны. Другой страны? Какой страны? Из очень-очень далекой. Ох. К северу отсюда. Востоку, западу, югу. Эм... Юг. К югу отсюда. Мне пришлось пересечь море, чтобы сюда добраться, поэтому мы с вами никогда не встречались. Как далеко тебе тогда? Тебе пришлось плыть. Сколько раз поднималось солнце и сколько ты видела штормовых ночей? Мы плыли неисчислимое количество дней, ночей отправились все дальше, на север. Ха. Тогда скажи мне... Ах, леди Нелли. Какая невероятная картина. Она что только что попыталась от меня отмахнуться? Ну нет, так просто не отвертится. Картина, она же в моей комнате. Это, конечно, прекрасно. Но это в особенности. Вы оба такие очаровательные. Вы леденые или лорд Мелл? Сколько вам было лет, когда вы это нарисовали? Ха. Ах, это картин. Боже мой, да у тебя хороший вкус. Она просто великолепна, не так ли? И нарисовали, когда мне было 4, а Меллу 7 лет. Видишь, как мы стоим друг с другом, держась за руки? Лиц нет. Я была слишком маленькая, чтобы хорошо это помнить, но Мелл выглядит так, будто ему очень стыдно. Мы стоим как статуи, такие скучные позы. Нелли беспечно все объясняла. Совершенно забыв о том, что минут назад ее волновало нечто иное, она немного покружилась и остановилась у портрета. Несмотря на то, что в ее комнате висело много картин, больше всего на Элле нравилась та, на которой она была со своим братом. На ней милейшие брат и сестра стояли рядом друг с другом. Старший брат любезно улыбался, а младшая сестра нежно наклонила голову. И щеки ее были цвета спелых яблок. Словно олицетворение их счастья. Видишь, это мой уничан. Да, типа того. Счастья, несчастья, радости и печали, закрепляя их на холсте всем на обозрение. И это отражение не ограничивается лишь тем моментом, когда оно было сделано. Хозяин, вы знали, что картины живые. Картины рисуются кистью определенное время, а в то время как фотография запечатляет всего лишь единственный момент. У каждой из них есть свои индивидуальные достоинства. На фотографии астатичные, картины двигаются. Портреты отражают как прочие, а так и настоящие. Тех, кто на них изображен. И-и. Мы с Мэмом всегда были близки. Я пел ему песни, а он учил меня многим вещам. Он такой умный. Теперь Мэл практически не гуляет со мной, постоянно оправдываясь говоря, я уже взрослый. Но раньше мы много времени проводили вместе, играя в розовом саду. Понятно. Для белокурой девушки всегда было трудно улыбаться, однако ее уголки губ, естественно, поползли вверх, пока Нелли вспоминала. Картин двух счастливых брата и сестры, скорее всего, закралась в ее сознании. Я думаю, что в ее сердце закралось чувство легкой зависти. Леди Нелли, я вижу, вы очень любите лорда Мэлла. Да, конечно, люблю Мэлл, умен, он прилежный и невероятно добрый. На мой день рождения он подарил мне это прекрасное жерелье с розой. И вереводная лавка, в которую он его взял, извест тем, что даже королевская семья заказывает у них украшения. Поэтому ему пришлось заказывать за несколько месяцев заранее. И все ради меня. Хе-хе, но он принц. Ох. Хе-хе-хе-хе, он весьма очаровательный, ты так не считаешь? Поэтому я и называю его моим принцем. Но знаешь, что мой Мэл ужасный танцор, он еще не очень уверен в себе, и у него плохо получается общаться с девушками. Поэтому кроме меня никто о нем такого не расскажет. Джентльмен, я полагаю, женщины будут тянуться к нему? Джентльмен, ты уже встретил Мэлла? Мельком этим утром. А ты напомнила мне, Мэлл, кажется, о ней тоже знает. Эм, что ты думаешь о Мэлле? Я, как и говорю, он джентльмен. Это не то, что я имела в виду, и не думаешь, что я позволяю тебе запудрить ему мозги. Что? Он слишком доверчивый, у него чистое сердце, поэтому я не позволю тебе пользоваться им. Я бы никогда, ты так только говоришь, на самом деле хотела бы с ним сблизиться. Я не могу даже мечтать об этом, Леди Нелли. Он мужчина вне моего круга. Так ты ничего не планируешь делать, так ведь? Нет, ничего. И ты не испытываешь к нему никаких романтических чувств, верно? Что? Ну так верно. Я не испытываю к нему никаких романтических чувств, Леди Нелли. И не будешь испытывать? Нет, не буду. Взле этих слов Нелли широко и удовлетворенно улыбнулась. Несмотря на это, никто не может знать об истинных чувствах другого. Или о том, какими они станут в будущем. Хе-хе, ну ты ведь не сделаешь этого ведь так. Знаешь, я вот подумал, ведь есть много других мальчиков. И то, что ты будешь вместе с Мелом, это просто бессмыслиц. Верно. В любом случае, давай вернемся к тому, о чем мы говорили ранее. О твоей семье я почти забыла. Ты мне так и не сказала, откуда ты приехала или что-нибудь со своей... О, О, Алена, спасибо за рейдер. Здорово, у нас в заказе мы смотрим визуальную новеллу. Ну как с морем, мы ее полностью проходим. Вот. Го в море завтра. Это что такое? Здорово. Здорово, Филиппич. Привет, Пенуар. Славик, ПРБ. Инди сводч. Какую морю? Что такое море? Го на море. На море клево. На море прикольно. Я бы с радостью. У него река. Алена, спасибо большое за рейд. Ребята, обязательно подписывайтесь на Алену. Если еще не подписаны. Как ваши человеки-пауки. Уже прошли. Уже все. Выживач вышел. Про море. Властелин колец. А-а-а. Я что-то слышал. Это выживач? Я думал, блин, по Властелину колец вообще не выходит. А как она называется вообще? Return to Moria. А вы уже поиграли, типа? Она... Походу, нет такой игры в стиме, да? В эпиках. Не, мне щалень эпиков открывать. И что, прикольно? Вы, типа, уже поиграли или... Или что, как? Я пока бургер даем свой. А, ты в соло поиграла, а надо в пати. Я понял. Я слышал, вроде... Нет, не без крыл в нее собирался. Поиграл немного, в соло не понравилось. Понял. Ну, слушай, я могу бы подумать. Я могу подумать, можно было бы попробовать, наверное. Так вот тогда побольше людей соберем. Нет. Вообще, я небольшой любитель выживачей. Если... Если быть честным. Мне даже не особо. Ну, в общем, да, я... Я так-то не сильно по выживачам. С нашим сквадом побегать какие-то коопы всегда вообще за... Прикольно. Приятного кста. Спасибо. Спасибо. Я же себе Blackstar Burger заказал. Острые крылышки оттуда же. Попиваю джин-тоник. Чего и вам советую. Бургер от Тимати. Ну, получается, да. Ну, такой нормальный, обычный бургер. Так, ладно, у нас это... Продолжение новеллы. Ого. Я купил, говорит, новый ковер. Вы только посмотрите на вышивку. Работа настоящего мастера. Я просто влюблена в него. Определенно должен вам понравиться. Ух ты, ты права. Это флорентинский шов, ведь так? Она долго. У нас полное прохождение. Монстра в день моего... В тридцатый... В тридцатый день моего рождения, когда у нас была... Аукциончик он заказал полное прохождение. Так что... Присаживайтесь поудобнее, как говорится. Тем более, если она надолго. Так, интересно, этот стиль кто-то скопировал или ковер привезли. Сейчас он подлагивает чуть-чуть. Как бы там ни было, прекрасная находка. Мерсер все никак не может звуки выролить. Давай, поторопимся и постелим его. Ох, и нужно посмотреть, как цвета сочетаются со всем остальным. Мы должны закончить перестановку поскорее, чтобы я смогла ему показать. Он так удивится. Какой у тебя прекрасный вкус, Нелли. Когда служанки вернулись, с ним вернулась суматоха в комнате Нелли. И у аккурат девушка наблюдала, и слабая улыбка пробежала по ее губам. Возможно, это было от облегчения, ведь ей удалось избежать расспросов Нелли. Или возможно. Ах, Нелли, я вернулся. Дорогой Мел, ты что-то не то съел, ты необычайно радостный. Я такой же, как и всегда. В любом случае, не ваш, дорогой Мел. Посмотри на мою комнату, я сделаю перестановку. Так, вот чем ты занималась, Нелли, прячься целый день дома. И как ты отличается от того, чем занималась ты, ты целый день был в церкви. Я полагаю, да. Я посмотрю на твою комнату, обещаю на для начала. Ты не знаешь, где сейчас новая сужанка. Ну-ну-ну, не забивай себе голову странными идеями. У меня просто еще не было шанса себя представить. Мне кажется, что как член семьи мне необходимо это сделать. Несмотря на то, что ты уже представился, и я об этом знаю. Я ведь старший сын, будет крайне неудобно, если он пройдет мимо меня в коридорах. Не знаю, кто я такой, так что... Я откуда знаю? Что, ты ведь была дома весь день? Она служит матушке, с чего я должна знать, где она? Хоть она и помогала мне с перестановкой в комнате. Ты ее заставила тебе помогать, это работа для слуг. Нужно было просить служанок заниматься ей. Ой, так ты хочешь сказать, что мне стоило пригласить кучу мужчин в свою комнату? Я постоянно захожу в твою комнату, Нелли. Это сама была в моей спальне сегодня утром. Только одному мужчине позволено заходить в мою комнату. Это ты, дорогой Мел. Так что, если ты не станешь слугой, чего я не вынесу. Я ни одного из них не попрошу о помощи. Обманывает брат? Нет, она ему как раз таки правду сказала. То, что да, она помогала. А где она сейчас? Ну, хозе, наверное. Ох, Нелли, тебе стоит быть немного... Немного какой? Если ты собираешься читать мне аннотации, побереги дыхание, я не буду их слушать. Что же мне с тобой делать, моя маленькая леди? Что, что, почему ты так на меня смотришь? Мы говорили о тебе, дорогой Мел. Я не скажу тебе, что она мне сказала. Обо мне? Что она сказала? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Пожалуйста, Нелли. Она сказала... Она сказала, что ты ее не интересуешь. Что? Почему вы вообще об этом с ней говорили? Потому что мы обе девочки. Мы вот говорим о том, какие мальчики нам нравятся и кто самый красивый. Почему ты выглядишь таким угнетенным, дорогой Мел? Ты похож на грустного мальчика, который вовсе никак не заметит его и любовь. Это лицо не подобает, принц Мел. Она тебе нравится? Это странно, вы ведь еще не встречались. Нет, это не так. Просто грустно узнавать о том, что ты не нравишься человеку, с которым даже еще не встретился. Вот и все. Тиан в этом прохождении будет только мечтать о бане-стримеру. В смысле? Это же визуально. Ну, я понимаю, что читать много. Ну, что поделаешь? И первый раз стримлю игры, в которых надо много читать. И новелки я проходил разные. Не, в основном визуальные новеллы, которые я проходил, они сочетали... Они... Как-то... Блин, какое слово-то подобрать? Чередовались. Чередовались с геймплеем. По типу какой-нибудь... Лебрарки или лоботонки. Вот. И типа... Ты играешь, играешь, а потом... Ну, читаешь, читаешь, а потом геймплей. А тут, конечно, читать дофига. А, ну, кстати, вон... Эту... Бесконечное лето проходили. Угу. Любовь, смерть и рок-н-ролл проходили. Угу. Острые крылышки, капец. Главное, глаза не терять теперь. Да-да-а-ак. Кейтрин, 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 да. Кейтрин, кейтрин. Так что новелки нормально. Пока интересная история, но очень много описаний. Ну, блин, визуально новелла, ну, то и визуально новелла. Это как книжка, только с картинками. Ох, вейт, это почти манго получается, да? Ваш здоровье, чатик. Запивать джентоником острые крылья больно для сосочков. Не вот этих, а которые на языке. Если я собираюсь сделать свой ход, то мне лучше поторопиться. У меня мало времени. Хозяин этого дома не здесь, поэтому следующий по списку будет он. Это картина. Эдит Финч. Эдит Финч пройдена, да, полностью. Причем почти своими силами. Ну, там чат подсказывал. Штука забавная была. Тоже на заказ, кстати, проходил. Несмотря на то, что новость Нелли опечалила его, взгляд Мелла продолжал блуждать в надежде, хоть мельком увидя девушку. Хе. Ну, для вас уже должно быть стало очевидным то, что чувствовал Мелл. Сам юноша, однако, с трудом понимал, что творится в его сердце. Эмоционально он был ужасно неустойчив, словно корабль без парусов. И все же, каждый раз, как он видел белокурую девушку, у него сердце было готово выпрыгнуть из груди, а все тело начинало дрожать от волнения и тревоги. Никогда прежде он не испытывал подобного, и как следствие ему было трудно контролировать эти эмоции. Каждый раз, когда предоставлялась возможность, Мелл говорил с белокурой девушкой. А дни, когда ему это не удавалось, он проводил либо в абсолютном тишине, либо в отрешенном отспенении. Любовь – любопытная вещь. Но в силах изменить тех, кто ее испытывает. Когда ему все-таки удавалось застать ее, он не мог подобрать нужных слов. Снова и снова он разговаривал с ней, снова и снова смышался. Мне кажется, что если бы в его нынешнем состоянии его сводили в театр, он плакал бы не меньше малышки Нелли. Мы плачем о трагедии, потому что проводим параллель со своей собственной жизнью, во всяком случае, я так думаю. Великие истории любви становятся истинно притягательными для зрителей только тогда, когда они сами познали любовь. В любом случае, белокурая девушка была причиной этого явного волнения. Она радовалась тому, насколько он был добр к ней, однако смущение пересиливало любые другие эмоции. Она не знала, как себя вести, пока он неумело разбрасывал словами и глядел на нее. Но Мэл не отступал. Хоть он, скорее всего, и не знал, что послужило причиной подобного пылкого чувства, рвущегося из недра его груди. Именно первая любовь склонна пылать, подобно необузданному пламени. Вы знакомы с этим ощущением, хозяин? О! Ах, вот и она. Занимается уборкой. Нет, похоже, она читает. Сейчас или никогда. Бу! А-а-а! А, простите-простите, я не хотел вас напугать. Лорд Мэл, вы определенно хотели напугать меня. Потому что вы все никак не хотели меня замечать. Что вы читаете? Кажется, вы очень увлеклись. Ох, я прошу прощения, мне стоило попросить дозволения. Все в порядке, не стоит извиняться. Вы можете читать сколько пожелаете. Вы всегда вольны забирать книги к себе в комнату, если хотите провести больше времени за чтением. Фанфики она читает. Да-да-да-дзинки. Эм, ну я всего лишь... Я всего лишь поражена, что в этом особняке есть библиотека. Наверняка был ему проделан огромный труд, чтобы собрать все эти книги. Здесь также есть очень старые книги вашего дедушки. Некоторые собрал он, а некоторые еще более старые. Вот взгляните на эту. Я думаю, это дневник, но не из этой страны. И даже не с этого столетия, возможно, принадлежал феодальному лорду. А вот он жалуется на качество урожая. Неужто эта богам забытая земля может израстить только кислый виноград? Ах, если бы только самое большое из... Ах, Барни или Барньо? Если бы только самое большое имение Барньо принадлежало мне, земля там гораздо более пригодна для вас сделана. Как познакомиться с девкой? Первый подкат. Подходишь и говоришь, если твоя нога будет средой, а другая пятницей, то я залечу к тебе в четверг. Посоветую главному герою новеллки, да? Вот что тут написано. Вы можете это читать в World Mail? Более-менее. Я уже несколько раз его просматривал, потому что... Поэтому было не так сложно. Почему такая старая книга находится здесь? Где? Мерсер, ты пытаешься выловить зву... Семь звуков примерно из... Из девяносто... Из... Из девяносто где-то, наверное. В этом и прикол рандомных звуков. Никогда не знаешь, когда они под... Ну, подойдут под... Подойдут под стрим. Ну, кроме гачи, они всегда подходят под стрим. Это и все остальные уже были здесь, когда я переехал в этот особняк. Вы не жили здесь всю свою жизнь? Я родился в нашем имении. Ну, для меня и Нелли наш дом скорее здесь. Мы переехали сюда, когда были еще детьми и с того времени живем тут. Нелли и матушка сильно привязались к этому дому. Однако отец часто возвращается в имение. Потому что ему не нравятся розы. Один. Да, ну, иногда матушка сопровождает его. Но чаще всего он уезжает в одиночество. Ну, не поймите меня неправильно. Это не потому, что они не ладят. По правде говоря, они ведут себя скорее как влюбленные подростки, нежели взрослые люди. Меня едва ли не тошнит, когда я так вижу. Это прекрасно, когда люди столь близки, несмотря на свой возраст. Правда, но все же в мире есть те, кто не может быть с людьми, которые мне безразличны. Как бы сильно они этого не желали. Простите за это. Ах. Верно, книга. Что вы читали? Я не совсем читал, а я... Мне не нравится читать много текста, поэтому я смотрел на картинки. Вот, значит, как. Вы выглядите очень образованные, поэтому я подумал, что вы часто читаете. Возможно, вы как и Нелли сторони с учебы. Я... Да. Ах, я бы не подумал. Но вам нравится смотреть на картинки. Манга тоже литература. Да. А что еще вам нравится? Что... А чем вам нравится заниматься? Это может быть все, что угодно. Мне нравится слушать истории. История. Да, когда я была маленькой, мой отец рассказывал мне сказки. Какие истории вам нравятся? Была одна история о запертой девочке. Расскажите мне. Человек была девочкой. Она была... Была она заперта в особняке посреди дремучего леса. В особняке с одним-единственным окном. Какие, блин, рисунки здесь странные, конечно. Но окно было высоко, у самого верха стены, и не могла до него дотянуться. Поэтому внутри всегда было очень темно, не как в этом особняке. Однако девочка не любила внешний мир. В конце концов, он был полон страшных вещей. Несмотря на то, что она была в особняке совсем одна, со временем ей стало уютно в окружении тьмы, поэтому ей нечего было бояться. И затем у меня хорошо получается. Получается прекрасно. Продолжаю. Что было дальше? Мерсер есть. Я добавил. Хорошо. И затем девочка выросла. К тому времени она уже позабыла причину своего заключения, однако она была довольствовалась тьмой. Она все никак не могла оторвать взгляд от маленького лучка света, пробивающегося сквозь окно. И пускай во тьме она чувствовала себя комфортно, но вид света заставлял ее сердце учащенно биться. Основной сюжет пошел, в смысле? Сперва девочка решила, что это из-за того, что он ей неприятен. Потому что ей не нравился свет и все, что было снаружи. Но со временем она начала понимать, что ей становится любопытен внешний мир. Что бы там могло происходить? Она понимала, что город, лес, люди, все это могло измениться, пока она была в заключении. Но возможности узнать у нее не было. Поэтому девочка решила писать письма и бросать их в окно. То, что поначалу захватило ее без остатка, затем превратилось в рутину, продолжающуюся на протяжении нескольких месяцев, пока она наконец не была готова сдаться. Но потом прекрасная белая голубка влетела в окно. Жесть рисунки, конечно. В лапке голубки было прикреплено письмо, ее сердце билось как бешеное, пока она вчитывалась в слова. Похоже, автором письма был мужчина. В письме было бесчисленное количество вопросов к девушке. В нем также говорилось, что если она привяжет свой ответ к лапке голубки, та принесет письмо назад к нему. Она была поражена, но тем не менее написала ему, стараясь не упоминать, где она находится. После длительной переписки они стали очень близки. Казалось, будто они знали друг друга много лет, хотя ни разу не встречались. Они секстились при помощи голубки. Со временем мужчина сказал, что хочет встретиться с ней. Верно. Девушка не знала, как ей поступить. Должна ли она сказать ему, как жила? Должна ли поведать, где проводит свои дни? Она опасалась, что если расскажет ему, он перестанет ей писать. Она была уверена, что он думал о ней, как о юной леди благородных кровей, а не как о девочке, запертой в доме посреди лесной чащи. Девочка не могла заставить себя написать ответ, она выпустила голубку в окно, не привязав к ее лапке письма. И все же та вернулась с другим письмом, написанным знакомым рукой. «У тебя наверняка есть серьезная причина для молчания», — огласила она. «Я бы хотел узнать о ней и желаю тебе помочь, чем бы это ни было, даю тебе слово». Она задумалась. «Хоть его письма и были добры, все же она не знала этого человека, он был из внешнего мира. Будет ли он относиться к ней так же, когда с ней встретиться? И хочет ли она вообще вступать в мир, раскинувшийся снаружи? Как по-вашему, что она сделала?» «Написала письмо и согласилась с ним встретиться, верно?» «Да, именно так». Девочка решила, что напишет ему письмо. Как всегда, прикрепив письмо на лапку голубки, она выпустила ее из окна. И какое-то время после этого она не получала ответа от мужчины, это опечалило ее. Но она подумала, что так даже к лучшему. Она принадлежала своему замкнутому миру, миру тьмы. «Сифор, спасибо за речесапчик, любви в чатик поспать, спасибо за 28-й месяц третьим тиром». «Третий тир, кайф, спасибо, спасибо, Сифор, большое за поддержку твою, посибочки». «Ну, однажды свет озарил особняк. Запертые наглухо двери распахнулись, а в них стоял красивый молодой мужчина. «Я пришел за тобой», — сказал он. «Мужчина был принцем из соседнего королевства. Когда девочка вышла наружу, перед ней предстала изумительная вереница из карет, таких, каких она прежде никогда не видывала. Принц, такой же добрый, как и в своих письмах, поклялся ей вечно любви. И двое жили долго и счастливо». «Ах, какая чудесная история, я рад, что у нее хороший конец». «Принц, в этой истории было что-то смешное?» «Не-не, я не поэтому смеюсь, вы когда-нибудь себе представляли, что бы было? Если бы принц пришел за вами». «Ха!» «Не обязательно, чтобы это был настоящий принц, может, просто кто-то похожий. Это не то, о чем вы мечтаете?» «Ох, нет, я, наверное, слишком взрослый для подобных вещей». «Вы так думаете, Нелли все еще фантазирует о своем принце, а ей четырнадцать?» «Мне казалось, все девушки такие». «Принц Нелли, леди Нелли, это ведь вы имел Ворт Мелл». «Что? Разве не так?» «Я хочу сказать, что раньше мы играли в притворяшки, как были здесь мини, но я очень сомневаюсь, что она думает так обо мне всерьез. Теперь, когда она зовет меня своим принцем, это скорее шутку». «Будь иначе, это было бы странно». «Ох, эта история, вы не знаете, это местная сказка, но одна из тех, что передавались из поколения в поколение». «Я не уверена, вполне могла быть придумана моим отцом». «Вы можете решить, что я тщеславна, но мне кажется, эта история может быть обо мне». «Девочка-заключенная в особняке – это вы?» «Вы ведь раньше не были под замком». «Нет, к счастью, я никогда не была в заключении». «Слава богу». «Но с такой внешностью, как у меня, я могу понять, почему она боялась внешнего мира. Иногда я себе представляю, какой бы прекрасной была жизнь, если бы в ней был только отец и я». «Но в конце концов, девушка покинула дом». «Если ваш отец написал эту историю, тогда я думаю, он надеется, что у вас будет так же». «Рада с вами познакомиться». «Мне нет нужных качеств, чтобы поблагодарить». «Рефорза, 10 подарочных сабок, гифтоличок, спасибо». «Острелан сабов пошел, понял, принял, спасибо». «Акула подстрелила, 41-й месяц у нее». «Владик слева, Вейк Сары, Макрон Дэ Сэмпай, Кормовой, Зойч, 33-й месяц». «Да и нормально так. Подстрелила людей с высокими сабками». «Теника, Заткун, 10-й месяц, Фрик, Хейтер, Стример, 16-й месяц, Шерлок, Офф». «Спасибо, Сифор, спасибо». «Спасибо, чкин». «Закончился у меня джин, надо будет сходить еще взять». «Но чуть попозже». «Чтобы быть настоящим принцем и забрать вас, но...» «Я мог бы хотя бы притвориться. Поэтому, если желанием вашего отца было, чтобы вы увидели внешний мир, тогда определенно нет ничего плохого в том, что вы отправились туда и испытали все, что он способен предложить». «Я тоже хотел бы увидеть внешний мир, ну или, если быть более конкретным, другие страны. Поэтому я пытаюсь сказать, если бы вы хотели, мы...» «Могли бы отправиться в дальние земли вместе». «Ох, дорогой Мел, я тебя повсюду ищу!» «Нелли!» «Смотри, дорогой Мел, матушка, купила мне эти замечательные перчатки!» «Чтобы я надевала их на прогулку!» «Розовые штаны на запястье просто великолепны!» «Ох, надо же, вы правы!» «Они прекрасны!» «Орд Мел, вы вдруг побледнели? Вам нехорошо?» «Да нет, все хорошо, но...» «Мел был раздосадован своей невозможностью признаться и в чувствах». «И пока его досада все возрастала, у него образовалась, полагаю, это можно назвать тяжелой формой любовного недолга». «На протяжении нескольких ночей его беспокоило странное ощущение, будто кто-то присутствовал в его спальне». «Смерть!» «Смерть безбожница!» «Смерть еретички!» «Смерть ведьми!» «Убить XXX» «А, не так прочитал, простите!» «Убить XXX» «Ха!» «Почему я никогда не желал ей смерти?» «Она не ела» «Запечатайте башню» «Понятно, никто не должен узнать об этом» «Как ты можешь оставаться таким спокойным?» «А разве ты не понимаешь, что мы натворили?» «А, пытаешься взвалить всю вину на меня?» «Как же должно быть удобно, когда можешь за паникой скрыть истину» «Ты виновен, как и все мы» «Я никогда не желал ей смерти» «Ведьма убила ее» «Ведьмовская кровь убила мою ***» «Сон?» «Что это за сон?» «Он был ужасно тревожным» «В своих руках я кого-то держал» «Девочку, которая значила для меня очень много» «И она была неподвижной» «Так, как если бы она была мертва» «В последнее время у меня действительно много неприятных снов» «Я не могу перестать трястись» «Почему же мне приснился этот сон?» «Ну, мне дурно» «Ладно, нужно поспать» «Интересно, и кто была эта девушка» «Я чувствую ее присутствие, чье-то присутствие за дверью» «Там кто-то есть» «Такое чувство, будто они наблюдают за мной» «Может быть, мне кажется» «Я не могу пошевелиться» «Что вам нужно? Уходите» «Звук становится слабее» «Я...» «Действительно ли об этом была твоя история, отец?» «Я...» «Какой прекрасный сад» «То, чего у нас никогда не могло быть» «Неужели мои намерения ошибочны» «Какая красивая белая роза» «Я целый Артик, знаешь, а ты могла бы без труда проникнуть в его комнату» «Никто ведь не смотрел» «Как долго вы...» «Ох, не обращай на меня внимания» «Я не стану осуждать тебя, что бы ты ни сделала» «Более того, я на твоей стороне» «Я не собиралась ничего делать» «О, неужели тогда, возможно, ты отправилась на ночной променад» «Я полагаю тебе проще гулять ночью» «Прощу прощения, я немедленно вернусь в особняк» «О да, это мне напомнило тот случай, когда посреди ночи» «Бокалейщик вскрыл их сейф» «Новость о том быстро разлетелась» «Уверена, что ты слышал об этом, о...» «Интересно, гемаши посадили» «Ну, надо же, моя память меня подводит» «Ну, не волнуйся, если ты этого желаешь, дом поможет» «Тебя не схватят» «Я... я...» «Вы сказали, что в этом доме жила ведьма, верно?» «Сказал» «Для тебя это звучит... не звучит немного старомодно?» «Нет» «Мне кажется, эти слухи ради издевки свяжутся со мной» «Вчерочка подкинул YouTube твой видос по игрой с бэкпаком» «Сидел пару часов» «Да, бэкпаки супер уже залипательные» «Кайф» «Она чуть понравилась» «Ух, надо же» «Меня и раньше обвиняли в ведьмовстве» «Однако это смешно» «У меня нет каких-либо магических сил» «У меня просто необычная внешность» «Надо же, какой прекрасный оттенок красного роза» «Что-то не так?» «Это роза, эта роза была белой» «Пока я не взяла ее в руку» «Разве?» «Я прошу прощения, это, наверное, безумно звучит, уверенно, мне лишь показалось» «Я ведь не могла на самом деле ее изменить» «Интересно» «Девушка, запертая в особняке, стала таки принцессой» «Что?» «Мы должны все запереть и отправиться в постель» «Острая» «Кого запереть? Куда?» «Убедись, что ставни хорошо и плотно закрыты, а затем запри входные двери» «Так, этот, отметочку сейчас заберу, фанкаю» «Медленно, уверенно, время бежало вперед» «Пока все занимались своими личными делами» «Еще появится» «Каждый раз в начале лета ветер, пролетая над садом, словно дыхание самого господа доносил цветочный аромат сквозь окна усадьбы роз» «Если бы только время можно было восстановить, чтобы эта прекрасная эпоха длилась целую вечность» «Как всегда, Мэл высматривал белокурую девушку, Нелли, раздраженно, морщивая губы и обижаясь на него» «Но при этом она все равно вела себя довольно сдержанно» «Как бы эгоистично себя не вела, каким бы переменчивым не был ее нрав, ее выходки по-прежнему оставались не страшнее, чем выходки игры его котенка» «Видите, в этот самый момент наш маленький жизнерадостный котенок готов был вонзить свои коготки в золотого своего юношу» «Мэл, ты обещал мне или ты забыл» «Да не забыл я, я просто прошу перенести на другой день» «Другой день, это же не то, что происходит каждый день, я так долго ждала сегодняшнего представления» «Я ничего не могу с этим поделать, мы все сегодня собираемся в доме у священника» «Несколько высокопоставленных особ прибудут с материка, специально ради этого события» «Да кого это волнует» «Меня, знаешь, Нелли, с тобой не обязательно должен идти я» «Нет, я хочу пойти с тобой, Мэл» «В последнее время так одолелся, дорогой Мэл, ты отказываешься вообще чем-либо со мной заниматься» «Это неправда» «Скажи мне, если сегодня ты не можешь, то когда сможешь» «Как ты захочешь пойти и погулять со мной» «Как ты захочешь поиграть со мной в карты или вместе выпить чаю» «Я, я не могу ничего обещать, у меня есть дела, обязанности» «Нелли, ты сама почти взрослая, перестань вести себя как дитя» «Я еще не взрослый, а еще ребенок» «Если это означает, что я больше не смогу с тобой играть, дорогой Мэл, то я не хочу быть взрослой» «Нелли, она то же самое в детстве говорила» «Нелли, ты не можешь» «Леди Нелли, хозяин хочет с вами поговорить» «О, отец, что ему нужно» «Смучайно» «Еди, Нелли, нельзя заставлять отца ждать» «Но весьма требовательны к людям, заставляющим его долго ждать» «Кнопкой вверх можно включить» «Я, кстати, давно не сейвился, а то вдруг сейчас какой-нибудь вылет света, интернета, чего угодно» «Да, он такой, в отличие от тебя, дорогой Мэл» «Что так испортило ей настроение» «О, это появилось» «Ой, спасибо, господи, за это маленькое чудо» «Последневременно или придирается к каждому ему слову» «Вы не должны выйти с ней, к ней так строги» «Она ведь ваша единственная любимая сестра» «Вы правы, но все же в последнее время она заходит слишком далеко» «Ох, я бы так не сказал, по-моему, она ведет себя как обычно» «Так может, это все-таки я иду себя по-другому» «Ну, хватит об этом» «Могу я спросить вас об его одолжении» «Меня? Да что я могу для вас сделать» «Я тут подумал» «Физически Мэл, вне всяких сомнений, был юношей, но хитрая улыбка, пробежавшая по его губам, придала ему вид маленького мальчика» «Или, возможно, это была частичка его шарма» «И суть крылась отнюдь не в его возрасте, но в характере, что и делал его улыбку столь очаровательной» «А чем же он меня попросил?» «Вы и сами скоро совсем, совсем скоро узнаете» «Облачно» «Слава богу, что так» «Хотя, наверное, лучше было бы уйти еще немного пасмурней» «Мне кажется, текстильная лавка должна быть где-то поблизости» «Здравствуйте» «Лорд Мэл, как не ожидал вас здесь встретить» «Да, какой сюрприз, что шах, что вы скажете, если мы воспользуемся этим случаем и немного погуляем» «Раз уж вы чувствительны к солнцу, мы можем пойти тенистыми улочками» «Если вам станет нехорошо, дайте мне знать» «Я здесь по поручению, не волнуйтесь об этом» «Ну же, идемте со мной» «Простите, по правде мы встретились здесь не случайно» «Я спланировал это заранее, попросил, чтобы вас сюда отправили по ложному поручению» «Просто в особняке я всегда на чеку» «Я не могу расслабиться в собственном доме, это даже смешно» «Простите, с моей стороны это было неподобающе» «Я просто подумал, раз уж солнце почти скрылось, было бы весьма неплохо» «Мм, все хорошо» «Ах» «Ну прекрасно, я вытащил ее из дома, я теперь даже не знаю, что сказать» «Скажите» «Да, вы уже привыкли к своей жизни в особняке» «Да, мне все очень помогают, рад слышать» «Да» «Так, эммм, да» «Нелли говорила, что некоторое время назад просила вас помочь с перестановкой в ее комнате» «Да, это было вскоре после моего прибытия, а что такое» «Да, в этот день Нелли сказала мне, что вы не...» «Ом, я не...» «Чего, простите, это не важно» «Это важно, но я не могу просто взять и спросить, какие чувства она ко мне испытывает» «Это прозвучит так, будто я...» «Забыть, как это прозвучит, это важно, разве нет» «Ворд Мэл» «Ох, прошу прощения, я просто задумался» «Похоже, что сегодня снова будет дождь, обычно с приходом лета» «Погода становится лучше, а не хуже, когда было на Медне» «Но все-таки сильной грозы не будет» «Нет» «Ветер слишком нежный» «Вы можете определить это по ветру» «Не ясно, но да» «До конца будешь навэлить» «Я думал, мы могли сегодня побегать в визардов, но ты вроде говорила, что вы там в настолку играть» «Настолк сорвалась» «Ну, слушай, можем побегать, но я бы прошел до конца хотя бы вот эту арку пока что пролог «Хотя бы добить» «Я не знаю, сколько это будет, может монстра в чате спросить» «Нужно надо было хотя бы по голове проходить, а то глава еще не пройдена, первая» «Впечатляет» «Я всегда покидаю дом неподготовленным, а потом оказываюсь под правливным дождем» «Эхем» «Вы начали смеяться чаще, чем раньше» «Давай по одной двери, вторая еще длиннее» «Ну, если мы пройдем сегодня первую дверь, ну сколько времени осталось» «Немного еще» «Да, и мне это нравится» «Вам так идет улыбка» «Улыбка больше подходит леди Нелли, чем мне» «Что и улыбка, и ваши совершенно разные» «Ведь вам улыбка тоже подходит, ворд мал» «Вы так думаете?» «Что я должен делать с подобной улыбкой на лице» «Так, эм, 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 да» «Зная ее, если я навязчиво спрошу, она без промедления скажет нет» «Тай скрывает свои чувства, и я ничего не добьюсь, подождите секунду» «У меня так и не было шанса принести вам цветы, как и обещал» «В саду цвела одна белая роза» «Я хотел подарить ее вам, но она исчезла, прежде чем у меня появилась такая возможность» «Поэтому я бы хотел подарить вам это» «Это не настоящая роза, но по крайней мере она не завянет» «Я, я…» «Это была впечатляющая копия настоящего цветка, созданной невероятно искусной рукой» «Она была, как я полагаю, изготовлена тем же мастером, у которого мы заказали жерель для Нелли» «Юноша, который ранее утверждал, что у него нет возлюбленной, и заказал подарок для девушки» «Должно быть, хозяин лавки сильно удивился, или, возможно, от души рассмеялся» «Роза была сотворена специально для этого момента, столь отчаянно» «Желанного времени в обществе белокурой девушки» «Я не знал, что вам нравится, поэтому основывался на вкусах своей сестры» «Когда уходила, ты все еще с этой девочкой стояла на фоне стены и все еще стоите» «Там другая стена была, мы в доме были, а это мы на улице» «Простите меня, я не могу это принять» «Вам не нравится?» «Нет, я просто…» «Если вас заботит цена, которую я за нее заплатил, не переживайте» «Я просто хотел вам ее подарить только и всего» «Пожалуйста» «Ну почему вы так добры ко мне?» «Почему?» «Простите, я не могу это принять» «Ясный отблеск паники отразился в ее алых глазах» «На свете не отыскать такой девушки, чье сердце не затрепетало бы при виде сверкающего украшения в форме розы» «Но ее реакция была недалеко от восхищения, по правде говоря ее лицо сковал страх» «Прошу прощения» «Подожди» «С выражением горечь на лице, юная девушка попыталась убежать» «Но схватил ее за руку в считанный миг» «По крайней мере, скажи почему» «Все потому, что я тебе не нравлюсь?» «Я никогда такого не…» «Я… со мной что-то не так?» «С того самого дня, как ты прибыла в особняк и перестал быть собой, я словно сам не свой» «Каждый раз, когда я пытался заниматься учебой или что-то читать» «Ничего не запоминалось, я смотрел на страницы текста, следуя взглядом за строками» «Лишь для того, чтобы они вмиг забылись, стало лишь мне отвернуться» «Это… это все из-за тебя, я…» «Мне правда очень-очень жаль» «Пожалуйста, не будьте еще более щедрым, чем сейчас» «Когда с вами моя решимость колеблется» «Да что ты хочешь этим сказать?» «Мне очень жаль» «Подожди» «На мгновение его хватка слабо» «Позволив ей выскользнуть, сорваться» «Словно порыв ветра, не дав ему шанса остановить ее» «Во второй раз» «Ошарашенный золотовласый юноша застыл на месте, оставшись совсем один» «Бриз, который белокурая девушка ранее называла нежным, стал холоднее, словно посмеиваясь над ним» «Привет, Ван Рогич, здорово» «Похоже, что я нравлюсь ей еще меньше, чем я думал» «Господи, я плачу, я так жалок» «Священник» «Ну надо же, неужели это ты, Мэл, что тебя привело?» «Ты плачешь» «Я так жалок» «Просить, что вам приходится это видеть» «Чего?» «Нани» «Нани» «Не думаю об этом» «Пару мгновений назад я столкнулся с девушкой» «Пару мгновений назад она также выглядела чем-то огорченной» «Между вами что-то произошло?» «Похоже, я недостаточно хорош» «Э, недостаточно хорош» «Это была новая служанка, которую я вам рассказывал, она мне, как вы предполагали, святой отец, она мне понравилась даже очень» «Настолько, что я плачу, как молодец» «Но она отвергла меня, я даже не способен заменить принца» «Мэл» «Простите, что я вот так вот жалуюсь вам об этом, я совершенно безнадежен» «Мэл» «Пожалуйста, не пытайтесь меня подбодрить, мне не нужно сочувствия, я всего лишь» «Нет, Мэл, послушай меня, что?» «Я видел эту девушку раньше» «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, что ты сказал, что она стала прислугой в твоем доме, верно, в таком случае» «Да, так и есть, пожалуйста, святой отец, где вы ее видели?» «Почему вы уклоняетесь от ответа?» «Скорее всего, это был кто-то другой» «Вы хотите сказать, что спутали ее, человек, который так выделяется с кем-то другим?» «Святой отец, она и человек, который, как я думаю, был ее отцом, однажды заходили в эту церковь» «И пришли попросить еды, на них были лохмотья, но оба отощавшие, думаю, они очень долго не ели» «Что она?» «Подождите, вы хотите сказать, она нищенка» «Ну, мой отец сказал, она пребывая из знатного дома» «Думаю, я и говорю, что, возможно, ошибся, Мэл, но у нее особенная внешность, но всегда есть вероятность, что существует еще одна очень похожая девушка» «Однако в глубине сердца священник думал иначе, поэтому он сказал строго, как учитель ученику, ты должен быть абсолютно уверен, Мэл, понимаешь?» «Ты не можешь действовать дальше, не разузнав о ней больше» «Я могу посетить церковь и святой отец» «Да, безусловно» «У меня свое сознание, мол, прокручивало воспоминания о той ненастной ночью» «Ночка, а белокурая девушка прибыла в особняк, она была одета в лохмотье и покрыта грязью» «Едва ли сей вид подобает девушке из высшего общества» «Может быть, я слишком ее заделал, если она действительно окажется без имени и титула» «Неважно, откуда она пришла, мое сердце решило за меня, я больше не буду себя обманывать» «Нет, я не должен себя обманывать» «Но вот что она чувствует» «Что подумают другие, я должен разузнать, почему ее приняли в наш дом» «Я спрошу матушку или отца» «Нет, если по каким-то причинам они не знают, что она не аристократка, мне лучше держать язык за зубами» «Ну, если они не знают, тогда получается, что она всех нас обманывает и их» «Я должен разузнать, в этот раз я должен получить ответ» «Нет, точно нет» «Ты вернулся домой, первым ждем, говоришь мне это» «И ненавижу тебя, отец, я никогда не соглашусь» «Эх» «Почему? Почему он просто поставил меня перед фактом?» «Он даже не спросил мое мнение» «Нет, я этого не сделаю, меня не устраивает как есть, меня не устраивает» «Дрожащий мэл, мне так нужна твоя помощь, я не...» «Я не хочу выходить замуж» «Дожди капит» «Кап-кап-кап» «Возможно, для вас это будет неожиданно, но мне хотелось бы вам признаться, что я совершил ужасную ошибку» «Я не смогла предугадать, куда нас всех заведет этот путь» «Мои руки были заняты каждодневной работой» «Поэтому все, что мне оставалось, это молиться, что в будущем нас всех ждет счастье» «Счастье для всех, кто жил в усадьбе Рос» «Но я всего лишь простая служанка, у моих возможностей есть предел» «Кроме того, не мне следовало протягивать ей рот у руку помощи» «Дороги, подобные тем, которыми мы следуем, имеют свойство расходиться без малейшего предупреждения» «Если вы вовремя не избавите ход» «Перед этими внезапными развилками, то рискуете свернуть с пути, а оказаться в ужасном положении» «Я знаю об этом не понаслышке» «По этой же причине я думала, что все делала к лучшему» «Это происходит снова, я удостоверился, что дверь заперта, но я чувствую, будто за ней кто-то стоит» «Кто-то за мной наблюдает» «Шаги, они смотрят на меня» «Я хочу открыть глаза, но не могу, проклятие» «Собираешься перед взятий уйти, ничего не сделав, не так ли» «Тогда поспеши, уходи прочь, избавь меня от этих мучений» «Нет, сегодня они... сейчас они... в моей кровати смотрят на меня» «Моя шея, что...» «Не могу говорить, не могу пошевелиться» «Это у тебя просто сонный паралич» «Эти холодные пальцы, это мягкое дыхание» «Поп...» «Почему?» «Я не могу пошевелиться, но сейчас-то не важно» «Ты пахнешь розами» «Сейчас мы будем заниматься сексом» «Ха-ха-ха-ха-ха» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха...» «Ха-ха-ха...» «Возможно...» «Запах мира столь далекого от нашего» «Он попытался вскрыкнуть от вида представшего его взору, но понял, что не может» «Её холодные пальцы обвелись вокруг его шеи, практически лишая его возможности дышать» «Почему?» Он тихо прошептал слово. Во всяком случае, на какое-то мгновение взгляд ее рубиновых, полных печали, глаз полностью сосредоточился на златовласом юноше. В них отражался слава и проблеск решимости, и неуемно сжигающая тревога, что побуждала ее к действиям. Я говорил о тебе, перестать быть таким добрым ко мне. Почему? Все скоро закончится, пожалуйста, не шуми. Почему? Чтобы положить, чтобы положить конец этой семье, ты моя единственная... Почему ты так дрожишь? Что? После слов Мэл, хватка ее тонких пальцев ослабла. Он не спрашивал, почему она так поступает. Безусловно, в его глазах был виден след замешательства. Но он не кричал, не дрожал от страха. Вместо этого он с нескрываемым беспокойством смотрел на девушку, которая выглядела как загнанный кролик. Я... Я не дрожу. Дрожишь? Я же вижу. По мере того, как Мэл постепенно восстанавливал свое дыхание, его голос становился четче. Вот белокурая девушка напротив становилась все слабее и все больше дрожала. Ты не делаешь этого, потому что в глубине души всего не желаешь. Есть другая причина. Это то, чего я хочу. Ты уже была в моей комнате прежде. Значит, была. Мне очень жаль. Будь я проклят. Скажи мне, почему ты дрожишь? Ты не сдавливаешь мне шею. Почему ты не убежал? Я не могу понять, зачем ты это делаешь. Поэтому мне не страшно. Ты ненавидишь меня настолько, что желаешь мне смерти. Ты настолько меня перезираешь, что готова лишить меня жизни своими собственными руками. Нет, я... Видишь, как я и сказал, существует иная причина. Спина заболела. Если она не кроется в твоей ненависти, тогда скажи, в чем же? Мне очень жаль, я уйду из твоей комнаты. Я постараюсь больше тебя не беспокоить. Поэтому, пожалуйста, забудь обо всем, что случилось. Ты думаешь, я просто скажу хорошо и позволю тебе уйти? Почему ты не можешь назвать мне причину? Прости. Хорошо, тогда я попробую угадать. Что? Как-то связано с твоей родословной. Тебя это беспокоит, я прав? Так я и думал. Как ты об этом узнал? Священник в церкви рассказал мне, что видел тебя раньше. Также рассказал мне немного о твоем происхождении. Но это все, что мне известно. Единственная разница между нами это положение в обществе. Я не знаю, что заставило тебя так поступить. Пожалуйста. Скажи, кто ты на самом деле? Скажи мне, почему ты пришла в этот особняк? И почему отец позволил тебе стать служанкой? Я ничего не сказал ни матушке, ни отцу. Если ты скрываешь от них правду, то они все еще ничего не знают. Но я хочу знать. Я не стану злиться или наказывать тебя. Я даже поклянусь перед Богом, если пожелаешь. Я хочу быть принцем, который тебя освободит. Как тот, что высвободил девушку из темного особняка и показал ей мир. Я знаю, что я не заслуживаю доверия, но я хочу тебе помочь. Почему ты проявляешь ко мне такое сострадание? Почему ты так ко мне относишься? Я держу руки на твоей шее. Почему я думал, что это очевидно? Или я не выразился достаточно ясно? Я люблю тебя. Каждый раз, когда ты меня отталкиваешь, это причиняет мне боль, и я не подозревал, что мое сердце способно испытывать такую печаль. Если я тебе не нравлюсь, и ты не хочешь быть со мной, тогда что ж, мне просто придется с этим смириться. Не зря на то, какую боль это мне причинит. Но если у тебя есть триняная причина, какой-то груст на твоих плечах, который... Ты не можешь с кем-то разделить, скажи мне. Я хочу тебе помочь. Есть также и другие варианты. То, что мы можем сделать с твоим... Нет, дело не в этом. Да? Я столько раз пыталась тебя возненавидеть. Причина здесь не только в твоем положении. Но я не могу этого сделать. Видимо, у нее ко всей семье какая-то ненависть. Что-то... Батя там умер из-за них, наверное. Не знаю. Может, они обеднели из-за этого. Я не смогла заставить себя это сделать. Что ты имеешь в виду? У меня было столько возможностей, что я ничего не сделала. Она говорила задыхаясь, словно каждое слово срывавшееся. С ее губ давалось ей с трудом. Она выглядела столь хрупкой, столь колеблющейся, глядя на него, что оказалось легчайшей поры фетра. Пролетая через комнату, мог бы унести ее прочь. Ее бледные пальцы дрожали, как будто она пыталась сжать их снова и снова. Но ей так и не удавалось. Однако ее рука не отпускала его шею. Ее рука такая холодная. Он не пытался возразить ей, а лишь пристально смотрел в ее глаза, словно пытаясь предугадать, что она сделает дальше. Я буду говорить столько раз, сколько потребуется. Я люблю тебя. Я не могу тебя потерять, так ничего и не узнав. Поэтому прошу, назови мне причину, я удостоверюсь, чтобы о тебе позаботились. Это своего человека действие. Ворд Мэл. Или кого-то, достаточно благословенного, способного испытывать жаусь к другим. Ты глупый юноша. Ты ничего не знаешь. Джон Сноу. Величайший из глупцов я сама. Если ты согласишься наказать меня, я все скажу. Расскажи мне. Ее длинные белые волосы и его золотые пряди соприкоснулись лишь на краткое мгновение. В темноте это выглядело так, словно они слились воедино. Наконец белокурая девушка собралась с духом и начала немедленно рассказывать свою историю. В ненастную ночь я посетила усадьбу Рос, этот особняк. Мы с отцом никогда не жили на одном месте, путешествовали по всей стране пешком. Потом совсем недавно услышали молву об усадьбе Рос. По-несколько причин, по которым мы не могли оставаться на одном месте. Во-первых, из-за моей внешности. Цвет моих глаз и кожа зачастую приводил людей в замешательство. Поэтому, если мы где-то надолго задерживались, вскоре начинали возникать слухи, из-за которых мы вынуждены были уходить. Другая причина заключалась в работе моего отца. Он рисовал картины, зарабатывая тем самым на жизнь. Но он испытывал трудности в поисках покровителя, поэтому вынужден был работать каждый день. Когда он больше не мог находить работу в городе, мы переезжали. Мы были будто птицы, которые отбились от стаи. Когда мы прибыли в этот город, мой отец был измотан и слаб. Именно тогда мы узнали об усадьбе Рос и о семье, живущей там. Ротц, фамилия, которую мой отец так и не смог забыть. Давным-давно его наняли в качестве художника для семейства Ротц. Неужели та самая картина с братом и сестрой? Подожди. Твой отец был здесь художником? Да. Это было задолго до моего рождения. Поэтому ты, скорее всего, не помнишь, Форд Мэл. Ну, тогда нет. Так ты знала нас еще до того, как прибыла сюда? Столько, сколько себя помню, я всегда знала о династии Ротц. Но вы отца выставили из вашего дома. И только потому, что им не понравилось то, что он нарисовал. Опозорившись перед семейством Ротц, навсегда останешься без покровителя. Как бы быстро не распространилась хорошая репутация, дурная распространяется еще быстрее. Будь однажды за клеймем позором, и никто тебя никогда больше не примет. Вы, благородные господа, устраивайте свои празднества и распускайте слухи о художниках и скульпторах. Та роза, которую ты пытался мне подарить, прекрасный тому пример. Она определенно была изготовлена мастерски. Но ювелир, создавший ее, известен благодаря аристократу, хорошо анимат отозвавшемуся. Картины моего отца были не менее искусны. Он обладал уникальным талантом. Но никто не хотел воспринимать искусство отдельно от художника. Семья Ротц украл у моего отца все. Даже будучи вышвырнутым на улицу, все, что он мог делать, это рисовать. Только этим он и мог зарабатывать на жизнь. Жалкие гроши, которые у нас были на пропитание, он давал мне. Делал все возможное, чтобы обеспечить мое выживание, даже если сам от этого страдал. Мой отец умер в этом городе. Вплоть до своего последнего вздоха единственное, о ком он думал, было я. С чувством сожаления на лице он держал меня за руку, поглаживая мои волосы, если бы у меня была нормальная внешность. Я уверен, что жизнь была бы гораздо проще. Всегда извинялась передо мной за ту тяжелую жизнь, в которой мы жили. Однако в том, что я так выглядела, не было его вины. Я презирала семью Ротс за то, как они с нами... Нет, за то, как они обошлись с моим отцом. И я представляла, как вы все еще жили в декадансе, делая вид, будто ничего не случилось. Нет, вам абсолютно безразлична была судьба простого художника. Наши жизни не значили для вас ровным счетом ничего. И поэтому я решил принести в вашу жизнь несчастье. Вот почему ты решил убить меня. Сказать по правде, я хотел убить твоего отца, но он слишком много времени проводил. Он был вне особняка, поэтому... Ну ты права, если я умру, моя семья окажется в очень затруднительном положении. Это вся моя история. Теперь ты знаешь, как я и как мой отец относились к вам. Рассказав тебе о тьме в моем сердце, я не могу продолжать жить, будто ничего не произошло. Я должна понести наказание. Отшлепай ее. Зачем? Зачем ты хочешь, чтобы я подверг ту, которую люблю, еще большим страданиям? Я не достоин твоей любви. Не только потому, что я не аристократка, но и потому, что каждый раз, когда я говорю с тобой, я стараюсь держать ту тьму в своем сердце. Разве тебя это не беспокоит? В конце концов, это моя семья причинила тебе столько несчастья. Если бы твой отец был все еще жив, возможно, я смог бы помочь. Мне очень жаль. И к тому же ты замешкалась. Ты на самом деле не хотел меня убивать. Так что... Мне эти... Так за что мне тебя наказывать? Как ты и сказал, у тебя было много возможностей, но ты не смогла себя пересилить. Скажи мне, почему ты не смогла меня убить? Потому что я... Если это потому, что я дал тебе причину проявить хотя бы ничтожно малый интерес ко мне. Все казалось не так, как я себе представлял. Что? Мне казалось, что обитатели усадьбы Рос окажутся бессердечными. Людьми, для которых богатство и статус превыше всего. Здорово, хулишарка. Мы... Часа три уже играем где-то. Наверное. Тю-дин-тю-дин-тю-дин-тю-дин-тю-дин. Тю-дин-тю-дин-тю-дин-тю-дин-тю-дин. Я видела, она не прогнала меня. Совсем наоборот, она приняла меня на службу. Так это было дело рук матушки. Я с трудом могла поверить, что она пригласит незнакомку в дом, что она проявит незнакомке такое сострадание. Я думал, возможно, она знала, кем был мой отец. Но прежде я ни с кем из вас не встречалась, поэтому, скорее всего, она просто добродушная женщина. Госпожа продолжала хорошо ко мне относиться, несмотря на мою необычную внешность и тьму в моем сердце. Можно вкратце, что было в предыдущих сериях? Ну, тут все еще первая серия. Это пролог, вроде как говорят. Вот Тянка, да, хочет отомстить. Тут кульминация прям отношений между этой... Ну, как бы прислугой, которая внезапно заявилась в дом к вот этому вот парню. И он в нее влюбился. Вот. И вот она рассказывает, как, что, почему. Вот, то, что ее отец, типа, рисовал для нее красивую картину, но им она не понравилась, и из-за этого он стал... Они стали нищими, вот. И что еще? Ну, у него еще есть сестра, которая к нему липнет очень сильно. Вот, которая тоже не хочет замуж там, и все такое. Да и вроде все, в принципе, а так здесь много описаний всяких. И так далее. Со временем я стала все больше и больше сомневаться в своих намерениях. Правильно ли я на самом деле поступала? Действительно ли то, что я чувствовал, было оправданно? Но это был достоверный факт. Мой отец определенно был здесь. И его отсюда выставили. Поэтому я решил, что должна убить тебя, чтобы положить всему конец. Прежде чем я продвинусь дальше. А, ну еще самое главное, что мы слушаем эту историю от другой служанки. Где-то далеко в будущем. Она нам показывает прошлое. И... Мы ее, типа, хозяин какой-то. Ну, типа, не знаю. Новый владелец этого страшного дома. Ну, самое основное, что, типа, все проблемы из-за дома, видимо. И затем... И затем... И затем... Ты был так добр ко мне. Я в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Понимаешь, как... Это все твоя вина. Потому что ты улыбался такой любовью, а потому что ты дарил мне такие улыбки. Потому что ты говорил... Ты... Что же ты говорил? Ты... Мне жаль. Нет, мне нужно извиняться. Я так рад это слышать, несмотря на необычные обстоятельства. Пожалуйста, не говори, что хочешь уйти. Не проси наказать тебя. Я ничего не смог сделать для твоего отца, но, по крайней мере... Позволь мне сделать что-то для дочери, которую он так оберегал. У тебя слишком доброе сердце. Я стану самым счастливым, если ты будешь рядом. Ты тоже можешь стать настоящей аристократкой. А? Есть семьи, которые с радостью примут тебя. Особенно зная, что это обеспечит им связи с нашей семьей в обозримом будущем. Хочу сказать им... Конечно, если тебя это устраивает. Я не понимаю, как ты вообще можешь говорить об этом? Моя рука все еще на твоей шее, даже пока мы разговариваем. Для меня это приемлемый вариант. Я отчаянно пытаюсь найти какой-то способ не потерять тебя. Ну, я не могу, я не знаю этикеты и правил высшего общества. Как я могу? Ты всему можешь научиться. Ты красивая и изящная от природы. Ты справишься. Эм... Вы так аристократичны, Уордмелл. Что? То, как ты легко рассыпаешься комплиментами. Только для тебя. Нелли говорит, что в моей поэтичности столько же шарма, сколько в трактате. Я не понимаю театр. Он нагоняет на меня сонливость. Ты засмеялась, слава богу. Продолжай улыбаться, не останавливайся. Улыбаясь, ты заставляешь улыбаться и меня. Неважно, насколько глубоко тьма укоренилась в твоем сердце. Ее всегда можно рассеять. Я верю, что люди способны ковать свое собственное будущее. Я... Как насчет посетить театр как-нибудь? Обещаю, что не усну. В частном театре мы можем сесть в самом дальнем ряду второго яруса. Так что нам не придется стоять. Это будут довольно хорошие места. Это даст тебе возможность ощутить жизнь аристократов. Но... Пожалуйста, не стесняйся. Я приготовлю для тебя наряд. Я попрошу одну из служанок, которая умеет хранить секреты. Например, ту с черными волосами. Хоть она и немного меня пугает. Не знаю, что я должна сказать. Как ты можешь проявлять ко мне столько сострадания? Я пыталась причинить тебе боль. Разве мне позволено испытывать подобное счастье? За каждый день твоих страданий один день счастья. Так оно и должно быть. Будь же рядом со мной. Он нежно прошептал имя девушки. На протяжении нескольких долгих мгновений ее губы беспокоенно дрожали. Но вскоре она замкнула их и улыбнулась. Заключил ее невероятно стройный хрупкий стенд в ласковых объятиях. Мелл подошел ко мне на следующий день. Он ввел меня в курс дела и попросил нарядить ее столь красиво, сколь не была ни одна благородная девушка. Но уж была очень красива, поэтому без особых усилий с моей стороны я просто одел ее в платье, так как она сама по себе уже изучала красоту. Я была довольна ее улыбкой, больше у меня и не нужно было. Я никак не могла предугадать, что произойдет в дальнейшем. Возможно, мои надежды, в конце концов, были безрассудны. Ну что, первую дверь прошли. Потом Яна ждет в этот побегать. Видимо, нет. Ну, Нелли, тебе ведь нравится театр, не хмурься ты так. Так, ладно. Монстр, если нам еще хотя бы полчаса, я думаю, мы пойдем побегаем визардов и добьем уже в следующий раз. Уже первую дверь и вторую потом попробуем. Не знаю, насколько она долгая, конечно. Визардов тоже надо добить. Еще немного, слышишь, началась тревожная музыка. Где-то минут 30-40. Минут 30-40 это долго. Не, я бы ее тоже сразу допрошел, но... Надо побегать у визардов. Если она не длинная, можно ее пройти, а мы ее в любом случае полностью пройдем. Мы никуда не торопимся. Все, окей. Добьем. Ты завтра можешь? В общем, короче. Ты говори, когда... Следующий раз получится... Зайти, потому что завтра я... Ну, я, наверное, могу завтра. Завтра никаких планов нет. Завтра можешь побольше времени провести. Вот. Вернуться в игру, вернуться в меню. Настройки в меню, в меню. Да. Продолжение следует...